Седу Прист, Даззл После захвата его племени троллей, проклятыми Скорш, Даззл заключил договор с Келтузеном, чтобы спасти свою жизнь. Известный своими способностями пробивать защиту противников и помогать союзникам продержаться в битве, он не тот, кого можно недооценивать. Ходят слухи, что он может воскрешать мертвых союзников, чтобы они дальше могли защищать честь Ледяного Трона. Ну вы поняли, ну почти на вставочку, бегу. Опа. Ну так, даю, бро. Давай-давай-давай солируем. Крош! Вот это крит. Ооо, а я чуть сейчас не умер. Не, я умер скорее. Блин, мансануться, да или нет? Давайте попробуем мансануть, это мне жизнь спасет. Хуб, по идее. Дотянься. Дотянься. Эх, жесть. Вот это я... Вот это я даю. Помогите! Да ладно, пуш тебе. Ну домой, друг. Но тут никак. Никак, друг. Никак. Брат, ну это на вставочку можно даже делать. Всем привет, дорогие друзья. С вами Яксынас. И перед началом этого ролика, конечно же, по стандартику мы уже вот так вот делаем. Вот посмотрите на вот этих ребят. Ну вот они просто мужчины настоящие. Они настоящие, парни. Спасибо, друзья, что поддерживаете. Спасибо, что оформляете спонсорку. Почуть, почуть. Но для спонсоров уже... Знаете, как я раньше выкладывал видео для спонсоров. Для спонсоров выкладывал. Там смотрело 1-2 человека. Сейчас уже человек сколько, 15 смотрит эти видео без премьер. То есть сразу же закидываешь. Уже есть какой-то более лучший актив. Поэтому, ребят, присоединяйтесь, если хотите видеть видосики чуть-чуть раньше. Ну и, конечно же, получать дополнительную информацию в сообществе YouTube. Ну и как-то вот так. Спасибо вот этим ребятам, которые вот просто оформили. И просто идут вперед вместе со мной, друзья. Помогают самореализоваться. И, конечно же, делают для вас контент. Друзья, ну и что ж. Сегодня у нас гайд на Dazzle. И сегодня мы узнаем, как работает у нас способности. Как работает Poison Touch. Как работает Grave. Как работает Shadow Wave. И как работает Wave. Друзья, это у нас саппорт. В принципе, четверка, пятерка. Но в керри катке мы тоже будем плейть. В керри катке немножко. Немножко подобен. С армлетиком как не поиграть на Dazzle. Это же старая мета 2012 года. Это мы тоже попробуем. Но больше сегодня будет у нас уделено, конечно же, времени. Именно четверки и пятерки. Они тесно контактируют. Ну и как бы там уже разберемся по билдам. Что будем делать. Примерно билды я уже придумал на две разные игры. И пожелаю всем просто приятного просмотра. Ребятки, не скипайте, чтобы понимать этого героя лучше. Какой у него тип урона на первом. И тому подобное. И на третьем. Сегодня мы это все будем разбирать. Все. Поехали смотреть теорию. Итак, друзья. Те, кто остается у нас смотреть теорию, переходим. Смотрите. Первая способность на нашем персонаже называется Poison Touch. Это таргетная способность, которая не будет работать линку. Которую очень легко закайтить просто от блинкования. Потому что эта способность, она имеет такую небольшую задержку во время того, как она летит. То есть тут своеобразные на самом деле механики. Ну и конечно же эту способность в принципе легко задиспейлить. Какая-то манта, какой-нибудь там Юл или допустим Black King Bar спокойно снимает эффект этой способности. В целом она работает, эта способность очень просто. Но тут в зависимости от уровней прокачек, тут есть некоторые нюансы и некоторые механики. То есть, допустим, смотрите, на первом уровне просто замедление урон. На втором замедление чуть побольше урон. На третьем замедление именно 100%. То есть персонаж останавливается. Это не стан. И на четвертом уровне, смотрите, идет замедление, замедление, а потом стан. То есть вот эти таблички вот сейчас я закину сюда. Посмотрите эти таблички. Окей. И начинаем. Смотрим таблички. Таблички. Они пока убираются. И чуть позже снова появятся и будем разбирать их досконально. Пока в принципе я что-то сказал, но наверное непонятно. Но по уровням прокачки тут все в принципе понятно, как она работает. Раз, два, три. То есть первые три секунды данной способности это у нас замедление. Плюс там на левелах станы может быть. И конечно же после этого в течение 7 секунд будет наноситься ДПС. Вот такая вот у нас тут способность. Очень простенько. В общем давайте поехали разбирать как у нас все это работает. Смотрите. Хоткей у нас Т. Закидываем на оппонента. Дальность применения 600 единиц. Вот такой вот эффектик пошел. Первые три секунды жесткое замедление. Опа. И после вот этого замедления начинается ДПС. ДПС у нас идет, ребятки, 7 секунд. То есть 7 раз будет у нас бить на определенное количество урона. В зависимости от уровня прокачки. То есть это такой небольшой харос спелл. Но и этот спелл очень хорошо может в лейтгейме дослаждать тем, что у него вот так эта специфика. Замедление, замедление. Потом в конце стан может быть. Но в зависимости от уровня. Ребят, не забывайте, что на каждом уровне своя тут плюшка. В общем, вот как-то вот она простенько вот так работает. И, что самое прикольное, тут на этой способности физический тип урона. То есть, соответственно, чем у оппонента меньше армора, чем меньше, тем сильнее будет вот этот поизон и душить. Ну, это классно. Не знаю. Вот это мне очень нравится. В принципе, дазл у нас весь состоит из физикал урона. Поэтому, ну, это чуть позже будем разбирать. Давайте перейдем к уровням прокачки. Уже давно пора. Вот табличку вывожу. Немного ее передвину. Давайте наверх вот так она у нас уедет. Вторая табличечка, чтобы там было по-русски написано. Некоторые просто не умеют по-английски. Я чуть-чуть умею. И, в принципе, для вас можно вот так вот сделать. Смотрите. На первом уровне данная способность будет наносить 14 урона в секунду. То есть, это у нас будет ДПС. И замедление будет так. В трех тиках. Как оно и есть. 33, 33, 33. То есть, первые три секунды. Общая длительность у нас 10, чтобы вы понимали. И после вот этих трех секунд замедления начинается вот этот поизон атака. Понимаете, да? Надеюсь, внятненько объясняю. Вот на первом уровне получается первые три секунды. Это у нас замедление равное 33 процентам. И после 7 секунд у нас идет ДПС по 14 урона. На втором левеле 20 демеджа в секунду будет у нас в течение 7 секунд. И первые три секунды у нас это у нас будет 33 процент замедления. 33 процент замедления и 66 процентов замедления. Это очень уже хорошо. Чуть побольше. То есть, в конце уже персонаж будет чуть сильнее замедлен и нормально. На третьем уровне 26 демеджа в секунду уже идет в течение 7 секунд. И, конечно же, до этого демеджа в секунду у нас будет замедление. 33, 66 и 100 процентов замедления. То есть, персонаж просто остановится, как будто он будет в руте. Если честно, я бы хотел посмотреть. Я не помню, как она на третьем левеле эта тема работает. Давайте посмотрим. То есть, мне интересно. Он не должен в стан уходить, персонаж. Вот, смотрите. Видели? Стопроцентное замедление, но он двигается. То есть, это у нас не стан. То есть, там микро вот это. То есть, ты медленнее даже чем в чикине бегаешь. И это очень хорошо. Главное запомнить, что на третьем левеле нету тут стана. Но тут написано даже, что стана нет. Тут просто замедление. Ну и на четвертом уровне прокачки этой способности. 36 демэдж пер секунда будет у нас. И замедление будет такое. 33 процента, 66 процентов. И после 66 процентов будет персонаж уходить в стан. Соответственно, сможет сбивать тпшки. На третьем левеле, если мы не можем это сделать. Просто персонаж замедлен. А тут мы уже сможем. Потому что персонаж будет уходить в стан. И это очень-очень хорошо. Вот эту тему, ребят, запомнить. Что на каждом уровне своеобразные механики есть у этой способности. То есть, там где-то стан, там где-то замедление. То есть, вот такая вот тема, друзья. Не забывайте про этот poison. То есть, про этот яд, который у нас будет накладываться. После того, как произойдет вот эти замедления и станы. Ну и что ж. КД 15, 13, 11 и 7. 7 секунд КД. И, конечно же, монокост соточка. Очень-очень приемлемая тема. В принципе, в целом, этот спелл не такой уж сильно опасный. По демеджу в совокупности можно нанести 112, 160, 208 и 288 урона на ласт уровне. Но это если армор будет совпадать. Ну, конечно, можно будет наносить немножко больше. Если, конечно же, не будет там армора вообще в целом. Но как больше? Насколько я знаю, по механике игры, если у тебя армор ушел в минус, то тебе идет еще дополнительный. То есть, в минус этот армор. Насколько это правда, я честно не помню. Я не тестил. Но я более уверен, что это работает. Просто вот я помню, сколько помню, всегда играли на Слардаре. Если Слардар армор скинул в минус с помощью амплификации, он со своего краша, с баша именно, с третьего спела, он просто там пах так 700 урона может нанести. Соответственно, значит, это так и есть. Но я, честно, не тестил. Но если надо будет, я потом отдельно, когда гайды уже допишу, немного героев осталось, отдельно найду эту всю информацию и это будем уже тестить. И будем углубляться в доту еще жестче. Ну и, в принципе, все по этой способности, друзья. Не забывайте, что у нее тут есть своеобразные такие вещи, не позволяющие или позволяющие застанить оппонентов. В принципе, держите просто это в голове. Ну и, в принципе, все. Поехали на вторую способность. По первой способности мы разобрались. Итак, следующая у нас способность, это та способность, которая заставляет поджигать пуканы и, конечно же, заставляет фокусить Даззла в драке всегда первым. А Даззл, если очень хорошо позиционируется, это почти невозможно, потому что он будет спрятан за своими жесткими керри или за жесткими хардлайнерами. В общем, за персонажами, которые будут стоять в любом случае впереди и защищать данного персонажа для того, чтобы драка была более успешной, друзья. Это у нас Shallow Grave. Грейт у нас позволяет не убить оппонента, когда на нем накинута вот эта способность. Конкретно, как это будет работать, все вы, наверное, знаете. Давайте прокачаем. Вот Кевинус G. И вот так вот Даззл у нас может на союзника или на себя накидывать. Вот такой крест. И если у нашего союзника становится там 1 хп, то в течение 5 секунд никто не сможет его убить. У него будут хп стоять на месте. Сейчас мы это будем показывать. Но для начала я вам расскажу некоторые нюансы. Смотрите. Дальность применения на этой способности, она у нас немного улучшается. Ну, как немного. В половину полностью улучшается, в зависимости от уровня прокачки. При этом прокачивается только калдаун. Ну, и, конечно же, монокосты. Более тут ничего нет. Это сейв спелл. То есть крест. Тут даже крест нарисован. Это, ну, значит, соответственно, типа нельзя умереть. Но умирать можно. Умирать можно. Но потом об этом немного поговорим. В общем, смотрите, как это все у нас работает. Допустим, давайте разберем ситуацию. Вот так вот у нас Неррифа убивают. Он такой бедненький. Ааа. Даззл, помоги. Вот так закидывается на него крест. И, конечно же, Нерриф у нас живет. Как видите, крест они не могут, ребята, пробить. И у него, у Неррифа все хорошо. Давайте сделаем вот так вот. Смотрите. А потом еще. Вот так вот. Вот так вот. И вот так вот. Опа. Умрет у нас он или нет? 6 секунд проходит и не должен умирать. Нет, он не умер. Смотрите. Еще раз покажу. Какая тема есть с Ораклом. То есть все вы знаете, как работает ультимейт Оракла. Оракл у нас принимает весь урон. Принимает, принимает. Потом откладывает этот урон. И в конце действия, когда заканчивается, этот урон полностью наносится. Да. Но еще тут есть нюансы с хилом. То есть двоих с хил. Это все на гайде Оракла. Вы можете посмотреть. В чем смысл того, что я хочу показать? Есть уже вопросы. Я уже чувствую насчет вопросов. А может ли Даззл засейвить там после ультимейта Оракла? Может ли засейвить он, если Миньор делает суицид? Если Бладстоуном делаешь суицид? Может ли засейвить от Айс Бласта? От суицидов? Не сейвится. То есть, если суицид Бладстоуновый, вы не сможете засейвить. Если суицид Сквиз, Спун атаковый, то тоже не сможете. Не сможете засейвить, если у Леорика там Аганим. То есть, допустим, если ваш союзник бегает вот в этой душе, уже все там 7 секунд у него проходит, и Даззл кидает ему на последних секундах крест. Нет, это не спасет. Есть такие нюансы. От чего спасает, я вам сейчас скажу. Спасает от Айс Бласта, как я уже сказал. Спасает от вот этого урона, который у нас здесь будет получаться. То есть, смотрите, вот опа. Прохопал он у нас, Нерриф, да? Прохопал, хопает, 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 хопает. Урона уже все, там не хватает хитпоинтов. Даззл кидает крест по окончании вот этой темы. И, конечно же, весь урон сразу же наносится, но наносится он в крест. То есть, крест у нас блокирует всю эту тему. Соответственно, можно вот так вот комбинировать. То есть, Нерриф у нас полностью с помощью ультимейта подсейвливается Грейвом. Далее, есть у нас один жесткий нюанс на этой способности. Это, конечно же, пробитие этого креста. Я как-то тестил, как можно пробить этот крест. С огромным количеством урона и с недостатком хитпоинтов. То есть, если у вас тут будет примерно 70 тысяч урона, а хитпоинты будут 50 тысяч, то, соответственно, Грейв пробьется. Это я тестил как на настриме по фану. Ну, не берите в голову, это чушь, короче. В игре реально это нельзя сделать. Единственное, что у нас пробивает крест Дазла, это, конечно же, вот этот мужчина. Вот этот грозный мужчина. Могул какахан. Какахан именно, не какахан. Смотрите, как у нас это все работает. Показываем, ребятки. Крест у нас пробивается, к сожалению, только вот этим персонажем. Кулинг Блейд абсолютно игнорирует крест Дазла. Это все, в принципе, знают. Ничего нового я не скажу. Вот, допустим, вот так вот это делается. Все, крест у нас идет. Но, к сожалению, Нерриф у нас отправляется в Таверу. Вот такая вот тема. Ну и что ж, друзья. Немного тестов вот этих сделали. Все нормально. Эту способность мы можем на БКБшного юнита накинуть. То есть на нашего союзника, если он находится в БКБ, то можете через него накинуть и, конечно же, подсейвить. Единственное, бойтесь Акса. Акс это прямой контрпик нашего креста, нашего, в принципе, Дазла. Дазл он такой, в принципе, хлипенький чувачок. У него всегда там 800-900 хп в драках. Но поэтому нужно чуть-чуть на хитпоинты поднимать. И, конечно же, вот такая тема. Что ж, давайте разбирать уровни прокачек. Смотрите, как я уже говорил, тут у нас улучшается колдаун и улучшается дальность применения. Время креста у нас не улучшается. Крест у нас всегда будет идти 5 секунд, независимо от уровней. Смотрите. Начинаем. 60 секунд на первом левеле это у нас КД и 550 дальность применения. На втором левеле 45 секунд КД и 700 дальность применения. На третьем левеле 30 секунд КД и 850 дальность применения. И на четвертом левеле 15 секунд. Длительность 15 секунд КД и, конечно, 1000 каст рейнджа. То есть на расстоянии 1000 вы сможете засейвить своего союзника То есть прикиньте, насколько это жестко Допустим, если вы в комбинации Хускар плюс Дазл играете Хускар постоянно на лоу ХП Вы видите, что сейчас демеджа там очень много залетит Кидаете ему крест, он на лоу ХП спокойно накидывается Потом еще подрубает армлеты У него есть время еще, чтобы на себя хил накинуть То есть тут вариаций очень много Ну и КД у нас 60, 45, 30, 15 Как я уже сказал, КД я уже сказал И КД еще раз сказал, ничего страшного Ивана Кост, 140, 103, 120 и 110 единиц маны В принципе, тут более нечего рассказывать по этой способности Ребят, качайте крест хотя бы в единичку Но есть страты раскачивания именно креста Потому что 15 секунд калдауна и 1000 расстояния Есть такая возможность, чтобы подсейвить как можно лучше и больше Тогда Дазл от толку, конечно, намного больше становится В общем, на этой способности мы разобрались Гоут на третью способность Поехали! Самое время у нас, друзья, поговорить, конечно же, о третьей способности На нашем персонаже Shadow Wave это у нас хил плюс дэмэдж Наносящий у нас физический урон Соответственно, при комбинации в минус арморах То есть и с ультимейтом с нашим Будет очень жестко При этом при медальках и прочих других артефактов Снимающих армор Этот хил, этот дэмэдж Будет очень жесткий Как он работает, сейчас разберем А то что-то я, как обычно, наговорил Нифига не понятно Смотрите, ход кей у нас Д Дальность применения у нас на этой способности 900 единиц И на кого мы можем применять? Конечно же, на союзников и на крипов и на героев На все союзное мы можем применять Ну, кроме, конечно же, товаров и, конечно же, вардов Но это совсем бред Ребятки, этот хил у нас Он начинает раскидываться В зависимости от количества целей В зависимости от уровня прокачки То есть, по уровням прокачки У нас увеличится количество целей Эта способность будет распрыгиваться Расскакиваться Вот так вот Опять скакун Ну, ну, хватит уже Отпусти Вот, раскакиваться будет Вот так вот По союзникам По крипам, конечно же И будет хилить При этом, если кто-то будет находиться Находиться в радиусе 185 единиц От этих целей, которые мы хилим То, соответственно, им будет наноситься урон Смотрите, у нас тут есть радиус отскока Вылазит под... Подписка Вылазит у нас тут табличка, друзья У нас тут есть радиус урона Радиус отскока Количество целей Лечение и урон Лечение урона у нас абсолютно пропорционально Есть у нас тут количество целей Как я уже говорил Главное, запомнить это отскоки Вот эти Отскоки И, конечно же, радиус урона Смотрите, как у нас все в целом работает Дазбл просто закидывает у нас хил И вот так вот хил у нас полетел еще в нерриф А если мы вот так вот пройдем То тут, в принципе, все у нас так же и будет То есть, если мы будем закидывать нерриф То у нас, видели, вот так треугольничком Пошло на ЦМ То есть, этот хил работает отлично И смотрите, как у нас будет работать урон на этой способности Допустим, если легион у нас вот так вот в АОЕ Нам желательно нужно встать вот так вот толпой И ему нанесется с нас троих урон То есть, нанесется ему примерно Ну, сколько там у нас получилось? По 80 8x3 24 240 урона физического То есть, эта способность, она очень жесткая Она может наносить очень большое количество урона При этом, ребятки, смотрите Сейчас мы начнем уже разбирать У нас уровни прокачки И тут есть некоторые нюансы, о которых я вам расскажу Смотрите На первом уровне у нас хилит и дамажит за одну цель А цели у нас 3 80 урона и 80 хила То есть, союзника захилит на 80 хила А захилит, получается, на 80 хила На 80... ну, ладно, забейте Захилит, получается, на 80 хп И нанесет 80 урона оппонентам Которые будут находиться в радиусе 185 единиц От тех персонажей, кого мы хилим На втором левеле 100 урона, 100 хила и 4 цели На третьем левеле 120 урона и 120 хила и 5 целей И на четвертом 140 урона и 6 целей И смотрите, колда у нас 12, 10, 8 и 6 И монокост 80, 90, 100 и 110 единиц маны Друзья, тут написано 6 целей Но, но Мы будем седьмой целью Дазл всегда хилится Не нужно, не обязательно накидывать хил на себя Для того, чтобы прохилиться Вы можете хильнуть своего союзника Вы также прохилитесь То есть, вы сам у нас дазл То есть, вы дазл Вы дазл, запомните, вы дазл Вы сами сразу же уже прохилитесь Если вы будете кастовать на кого-то То есть, вы являетесь седьмой целью Если у нас максимальное количество целей 6 То мы являемся седьмой Об этом тут не сказано То есть, не обязательно, если у вас с хп там недостаточно Хилить себя Вот где-то отойти в стороночку и хилить Вы можете подбежать, захилить союзника И, конечно же, вы также получите этот хил с этой способности Ну, а касаемо урона Тут все просто, друзья Если вот так вот будет у нас 6 целей рядом с каким-нибудь вот так вот Ну, допустим Ну, я это уже показывал В принципе, если мы вот так вот окружим Или в пачке крипов кто-то на вас Агрится жестко То вы, соответственно, сможете легко продамажить Причем эта же тема у нас будет работать и через БКБ Так как это физикал урон То есть, чем больше народу рядом с целью Вот в радиусе 185 единиц Которые вы хилите Рядом с целями, которые вы хилите То урона нанести там можно огромное количество Я надеюсь, вы понимаете, как это работает То есть, этот хил Ну, смотрите, вот так вот он у нас нанесет мало То есть, допустим, оп, мало нанес А вы видели, как при трех целях Когда с трех целей в эту АОЕ-шку входите Сколько урон нанесется Вот такая вот у нас тема, друзья Ну, это, в принципе, обычный хил У нас тут более нечего говорить Но этот хил еще и дамажит При этом целей тут очень много, друзья Очень много Не забывайте еще про радиус отскока 475 Потому что этот хил, он сразу же Он не прыгает, как, допустим Каски Вич Доктор Он сразу же фиксировано Со всеми прикреплено Уже сразу же прохиливает То есть, такой мгновенный хил И мгновенный урон Ну и, в принципе, все, друзья Надеюсь, объяснил Более чем понятно Погнали уже смотреть ультимейт Он очень интересный И очень своеобразный Так, ну что, друзьяшки Остается у нас крайняя способность На сегодня Это, конечно же, вейва Я немного не понимаю, почему Третий спелл называется Shadow Wave А ультимейт называется Wave Ведь лучше было бы, если бы Shadow Wave это был ультимейт А Wave это был просто Wave хила То есть, ну, тут немного непонятно В общем, ребят Забейте, это мои таракашки Фотки у нас W Прокачали данную способность Дальность применения этой способности 2000 единиц Вот сюда бафаем Как видите, дало огромное количество вижена И это очень круто Посмотрите, вижен как долго держится Держится, держится, держится Опа, и пропал Огромное количество времени По вижену дает И в чем смысл этого ультимейта в целом Данный ультимейт Бафает союзников Но это даже, можно сказать Не баф Посмотрите Он не имеет статуса Соответственно, задиспелить это нельзя Никак ты это не снимешь И этот ультимейт Бафает союзников И бафает оппонентов На минус и плюс армор То есть, союзникам Армор будет уходить в плюс А оппонентам будет уходить в минус При этом, длительность этого всего эффекта 24 секунды В течении 24 секунд У нас армор будет уходить Или подниматься На оппонентов, естественно Он будет уходить Как работает на оппонентов Он уходит Соответственно, он уходит в минус То есть, каждую секунду Давайте накинем вот так вот Смотрите, каждую секунду У нас уходит 2, минус 3, минус 4 Но это в зависимости от кратности То есть, тут есть кратность Посмотрите На уровнях прокачек Гоу, табличку Табличка По уровням прокачки Смотрите, кратность 0.75 армора в секунду Потом 1 армор в секунду И 1.25 армор в секунду Видите, как работает. То есть в течение 24 секунд у нас будет армор каждую секунду уменьшаться или прибавляться. Союзникам прибавляется, оппонентам уменьшается на 0.75 единиц. Это на первом уровне. На втором уровне посекундно отнимается и прибавляется 1 армор. И, конечно, на третьем 1.25 отнимается и 1.25 прибавляется. Но это все, в принципе, и так понятно. У нас дальность применения 2000, я уже сказал, и АОЕшка у нас составляет 575 единиц. Калдаун 40 и монокост 100 маны. Данный ультимейт, я считаю, один из очень жестких, потому что если вы заходите на хайграунд и вы четко пробафаете оппонентов, то вы можете вот так вот снимать жестко армор. При этом, смотрите, вы же знаете, что будет с армористыми персонажами, которые будут у нас подходить к Даззлу. Даззл у нас очень жестко начинает пробивать скиллами и первым там, и третьим, и еще под Акса вообще эта тема жестко заходит. Акс любит персонажей, у которых нету армора. Акс противник Даззлу, но и союзник. Это очень круто. Вообще много кто любит у нас без армора оппонентов. То есть оппоненты будут без армора, их будет легче задушить. Ультимейт очень сильный. Просто ваших союзников пробафает, если они попали в эту ОЕшку, а оппонентов, конечно же, тоже пробафает, но минус армор. Вот такая вот у нас способность. Ребятки, также тут есть Аганим. Давайте посмотрим, что у нас делает Аганим. Итак, друзья, подбираем мы Аганим. И что мы можем заметить? Смотрите, у нас увеличилась кратность армора. То есть, смотрите, на первом уровне стало 1.25, на втором 1.5 и на третьем 1.75. То есть армор будет снижаться и повышаться намного жестче. И при этом у нас еще увеличилась АОЕшка. Она стала 775 единиц. Посмотрите, огромная какая АОЕшка тут и какая маленькая без Аганима. Это очень жестко. К сожалению, визуального эффекта никакого не дает. Но и Аганим мы можем выкладывать. Это очень хорошо, потому что, как вы знаете, есть Аганимы, которые нельзя выкладывать. Допустим, как у Тускара, как у Рубиан Ассасина. К сожалению, такая тема у нас есть. Длительность у нас всегда остается неизменной, друзья. И КД, и Монокосты также у нас не улучшаются с Аганима. Но увеличивается вот эта АОЕшка, конечно же, кратность. Это очень годно. Ребят, этот ультимейт очень, на самом деле, жесткий. И в совокупности мы можем снимать вот такое количество и бафать вот такое количество. Посмотрите, без Аганима. 18 за 4 и 30 армора в течение 24 секунд мы можем заснять, задиспелить. Ну как задиспелить? Снять или добавить. Но и с Аганимом 30, 36 и 42 единиц. Вы прикиньте? То есть вы пробафаете союзника в начале драки, начинаете лезть. И у вас там примерно проходит 15 секунд. И у вас уже там по 30 армора плюсом. То есть вас физикой не пробить. Ты меня не смотри. Ты на физику смотри. Или на физику не смотри. На дух смотри. То есть, понимаете? Вот такой вот смысл. Соответственно, каточка через Аганим, ребятки, тоже будет. Я считаю, что Даззл очень хороший персонаж. И каточку через Аганим по-любому нужно будет сыграть. В общем, ребят, все. Теория у нас окончена. Тесты у нас окончены. И, соответственно, сейчас мы будем проходить уже практику жесткую. Четверка, пятерка у нас сегодня в распоряжении на данной у нас теме. На данном персонаже, братцы. И, конечно же, я, как обычно, если я не заруину свою речь, какой-нибудь лажей, то это, конечно, не я. В общем, ребят, пожелаю всем приятного просмотра. Спасибо, что смотрите. Спасибо, что лайкаетесь. Спасибо, что смотрите на мою конченую причесочку. Спасибо, что смотрите на вот это быдло, как обычно. Ну и, в принципе, все. Поехали у нас душить практику, друзья. Пожелаю всем приятного просмотра. Поехали. Так, братцы, загрузилась у нас каточка. Что ж, сейчас мы будем играть, знаете, на ком? Ну, правильно, на Даззли. 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 На Даззли будем играть, ребят. В общем, по контрпикам, я думаю, вы все поняли. Где наш контрпик? Вот он. Помойку. Сразу отправляем его в помойку. Когда вы видите в бане Акса, значит, что будут брать Даззла. Это вам 100%. В общем, что еще по контрпикам? В принципе, он не любит таких жестких героев, которые дают сразу быстрый демэдж, то есть фастовые уроны. У нас Даззл не любит фастовые уроны. И давайте, в принципе, ФП можно взять, так мы пятерка, четверка, четыре. Зачем Акса банить? Потому что у нас четверка. Зачем Акса банить? Челс вражает, зачем Акса банить? Потому что у нас... Что он сделает? Узнаешь, что он сделает. Мозги включи, что он будет делать Акс. Акс уничтожает просто. Просто уничтожает Даззла. В общем, как-то так, друзья. Что у нас будет по пику? Сейчас посмотрим. Надеюсь, ребятки хорошие. Побегаем на четверке. Как тут мы сыграем? Если будет с кем агрессировать, будем качать первый. Если не будет с кем агрессировать, то будем качать второй и третий. О, Легион, кстати, это хорошо. Потому что в дуэльке он не сможет проиграть, если я смогу его подсейвить. То есть, если мне хватит, рук быстренько наклацать на него. И, кстати, вот, ну, засейвить дуэльку это очень хорошо. Очень хорошо. Сразу сейчас возьмем курочку вардинги. Два варда возьмем, одну курочку. Возьмем хилку, манку. И, в принципе, все. Закуб бомжа у нас готов. И аккуратненько будем играть эту каточку. Пойдем, куда мы? Посмотрим, кто у нас будет на изи-линии. С изи-линией мы, конечно же, подсаппортим, ребята. Посмотрим, что у нас будет там. Мне кажется, конечно, у нас составчик чуть послабее. Ну, ладно. Разберемся. О, бар уберу. Нормально. Бара это успех. Ларк в лейте, конечно, проблема. Зевса взяли, да? Зевс это плохо, потому что у меня хп очень малый против Зевса. Мне будет очень туговато. Давайте эту каточку сыграем через Глиммерок. Глиммер. Физуха у нас тут есть. Физикал. Очень много магического. Также давайте берем. О, снайпера взяли. Ну, снайпер, цикрип. Берем вот так вот. Раз. Хилка, манка. Цирк лет. И, в принципе, кто у нас на мид? Кто мид? Кто мид? Ну, вардик, походу, еще один не возьмут. Снайпер, вы на мид. Хорошо. Вы на мид, снайпер. И, ребят, надо держать сейв ТПшки, стараться, потому что... Да, за вот такой герой. Чего брать на первом левеле? Если честно, на первом левеле, ну, вот замедление можно взять. Но оно трехсекундное особо сильно ничем не поможет. Тут уже смотреть по ситуации. Либо подхилить, либо крест кинуть, либо как-то... Так, ну, я на самом деле воздерживаюсь от того, чтобы сейчас что-то вкачать, потому что пока непонятно. Если что, возьмем хил, конечно же. Если что, возьмем первый спел. То есть тут разницы, как таковой, ну, особо нет. Так что вот так вот, ребятки. Не суди, я соло там кто-то пишет. Вы че, роклите? Пацаны, если что, я на лайне помогать буду. Они меня соло хотят хил отправить, что ли? Ну, это типа такое. Так что такое. Так что такое. Так, эсэп там на руне. Тут у нас не знаю, кто будет на руне, но меня тут оставляют. Хил я, конечно, не пойду соло, типа. Ну, вообще кунка должна была идти сюда. Давайте, кто тут у нас, кто? Кто? Покажитесь. Кто? Покажитесь. Эсэфа нападает на эсэфа у нас. Ооо, нет, так не пойдет. Ну, хилочек берем, потому что нужно сразу подхиливаться. Ребята, какие ко мне придут, интересно. О, эсэфа загангали, пацаны, вчетвером. Вчетвером, Бара, ко мне. Бара, го, ко мне. Пофармишь и роумить будешь. Че я вард не воткнул? Давайте вард воткнем. Че-то я забыл, потому что монету забрал, смотришь на союзников. Все, хорошо, Бара у нас идет. Ставим вард. Спектра на линии и ВД. В принципе, приемлемая линия. Хилочек первый, нормально будет. Раскачка у нас будет такая всегда в каждой игре. 1, 2, 3. Чтобы был крест, чтобы был хил, чтобы было замедление. И чтобы все было годно. Можем также разминать Вичдоктора. Вичдоктор у нас хорошо разминается. Ооо, отлично даже я бы сказал. Отлично даже, я так бы сказал. Найс. Минус чарж, но ничего. Все нормально. Оп. Оп. Можно разминать. Стечок давайте возьмем сразу. У нас герой очень хлипкий, поэтому, ребятки, нужно аккуратно работать. Аккуратненько. Барри оставляем фарм. Барри алибатсов. Боже, как же он задрачит меня. Отстань, ну пожалуйста. Ну пожалуйста. Ну отстань. ВД немного пожестче тут подзадрачит. У него дистанция, по-моему, повыше на атаку. Он, в принципе, так агрессивненько стоит Бара. Добивай крипа. Если что. Если что. Если что, Бара, добивай крипа. Оп. Я тоже хочу добить. Вот так можно добивать крипчиков. Под хилом. Так, у нас есть первый. Первый берем. Ну, заруинил получается, да, крипа ему? Непонятно там, на самом деле, ситуация такая. Оп. Очень хорошо так подфармливаю. Сразу три крипа. Оп, хорошо. Хорошо, Бара стоит, что-то непонятки. Опача. Берем монетку, отлично. Мы стоим в хард-линии, ребят. Но, у нас лайнинг стоит 2-2. Это хорошо, в принципе, что я стою здесь. Я стою, в принципе, с Барой, если что. Это такой момент. Ну, не знаю, Лего зря так бычет, по-моему. Чисто как крипочек. Под три Койла. Но, мне кажется, выживет. Да, все равно выживает. Имба. А, нет, Койл дальний. Уже откатится 10 секунд. Не знаю, Бара там. Бара АФК стоит. Не мешайте. Барри. Так, берем крест. Конечно же. Берем крест. ВДшка, линию. Толкнул. Спектри. Сейчас линия под тавр идет. Не знаю, почему я тут соло стою. Почему Бара не идет ко мне на линию? Что-то с ним. У него, походу, мамка пришла, тапкой бьет его сейчас, в данный момент. И он такой думает, блин, я же так на Бару сел поиграть. Надо линию фармить. Спектри вообще нельзя ничего давать, на самом деле. Оп. Ну, тут соло получается, да? Она не думала, что столько много дэмэджа вылетит ей. Давайте возьмем первый еще раз. Будем в первый тогда играть. Если Бара у нас тут не игрок. Если Бара не игрок. Все, Бара у нас вылетел, ребят. Тогда стоим в хардлайне и держим тпшечку на подсейвы. Но это все, парень там потерялся. У него там своя вселенная открылась. Сто миллион. ВДшка там крикчиков лупит. Но очень мало хп у меня, на самом деле, бегать, бродить так. Ага. Оп, смотри, как могу. Маледикт кидать будешь. А я законтрил твой Маледикт своим хилом. Вообще изи. Ноль урона просто. Просто зеро урона. Так, давайте возьмем стик. Наверное, надо будет взять... А, я понял. Наверное, надо будет просто ливнуть в этой игре. Из-за интернет лагов. А, неплохо. Быстренько. Быстренько забрал руну. И все нормально. Что, может, на мид выйдем к эсэфиусу? Хп немного, но... Сколько там? Пятый левел снайпер. О, шестой левел снайпер сейчас будет. Все, мы играем без бары. Барри, мамка, чапалаху, дала тапкой. Все там понятно. Встала. Все там понятно. С баррой у нас... Пусть выйдет. Пусть выйдет за душимого сейчас. Хорош. Сколько там? Пусть сольет. Коил. Я под душу его. А, он отводит. А я заблочил. А я заблочил. Хорош. А я заблочил. Я у под душимого. Замедло есть. Есть. Оп. Смотри, что есть. Опа, я вот так приму на себя очко. Хорош. Вот так вот. Подроумили. Че там на топе? Тпшечко. А, найс, кунка остановился. Молодец. Кунка молодец. О, Бара проснулся. Ура. Ну, идем пока. Идем сейчас за душим, я думаю. Оп. Сюда, дорогой. Замедло хорошее прям. Троечку я замедло взял. Нормалинь должна быть. Ну, заберем. Сларка. Оп. Как профессионалы забираем просто. Как Крисы. Берем аркану. Мне на аркану, пацаны. Мне на аркану. Маны дам вам. Все. Это был единственный случай, когда нужно было застилить. Далее играем по дефолту. Саб. Билд. Ребят, четверка. Мне нужно было сделать так. Далее, что мы сделаем? Это, скорее всего, медальку. Так как мы качаем первый. Идем в медальку, ребят. Все будет нормалин. Сейчас выйдем на Эсэфиуса. Под душить. Выйдем на Эсэфиуса. Под душить Эсэфа. Ля, смотри, что есть у меня. Сори, что есть? Давайте подхилим вот этого по центре. И на линию к спектре надо идти. Я не знаю. У нас хард линии нет. У нас есть лесничок. У нас есть дазл в саппорте. Но дазл в саппорте не играет. Он вынужден идти на низ, собирать экспириенс. Ребят, ну, надо подставляться под свою команду. Типа, ну... Подстраиваться, вернее. По-другому. Ну, никак. Как, я не знаю. Как по-другому. Как по-другому-то. Спектра фрифармит. Нельзя допускать, чтобы она фрифармила. Но у меня нет тпшки конкретно. Сейчас идти помогать своей команде. К сожалению. К сожалению, нет возможности это сделать. Хард линии нет. Но потная будет, я так думаю. Потная. Придется тут стоять подфармливать. Вообще, надо глиммер, ребят, сделать. На шестом я обычно ультимейт не беру. Вот я не знаю почему, но я его не беру. Хотя его можно взять и очень много делать импакта с помощью этого ультимейта. Давайте я протещу. Я очень давно не брал на самом деле ультимейт. Просто протестим, возьмем на тест. Насколько сейчас актуален у нас... Актуальна фишка с ультимейтом. Так, ну не дают, да, Куру? Ваварда надо взять. На тпшки мы имеемся. Имеемся на тпшки. У нас все есть. Этикату вот так. Уф, Катя вообще пофиг. На, ну у нее уже вообще там фортифайт. Физикал урон у меня хоть и долбит, но у нее вообще фортифайт. Что там, драка, да? Ну я иду. Иду, иду, иду. Достать бы. Ах, ну не достал, сори. Вот так сделаем. Его догонять, что делать? Упача. Будет крыжочек, да? Нет, не будет. Я не успел, не достал. Поэтому иногда крест, конечно же, лучше раскачивать. Ого, чувачок, да ты вообще гонишь. Ты же вообще гонишь. Все, не стилем. Я не стилю, но это ядом добило. Я того дела вот это видел. Давайте вот так вот, ребят. Вот так вот. Хорошо, вот так вот. Ну то, что получается добивать, сейчас неумышленно все. Я фраги все оставляю. Как бы, но... Видели, не достал чуть-чуть до кунки. Ну расстояние там вообще 550 крест. Надо сейчас взять двоечку. Хотя бы. 700 расстояние, чтобы на 700 расстояние спокойненько поддушивать. Снайперу оставляем линию. Я забыл, что я, в принципе, саппорт. Не знаю, я сам по себе не саппорт, как игрок. Я вот могу пороумить хорошо. Могу побегать. Кунка, хватит фидить. Стоп фид. Но нету тпшки. Друг. Я сейчас пойду на руны. Пойду на руны. А, я понял. Банлист. Кунка. Фидер. Фидер на кунке. 1-4 зашел пофидить. Но ничего страшного. Разберемся. Банлист сразу такого игрока. Так, берем вот эту штучку. Есть у нас отличный медальон в Каураге. Пацаны, Каураге есть у нас. Медальон в Каураге. Но это проблемно. Лего у нас лес колотит. Внизу никого нету, да? Бара стоит АФК. У нас бары АФКшные. У нас АФКшный кунка. Гоу, помогу. Армор сразу. Тэшку. Опа, отлично. Как мы его сейчас задушим? Как мы его сейчас задушим? Крест беру, ребят. Гоу сюда. Сейчас мы очень жестко можем гангать под медалькой. Спека фармит. Фармит, фармит, фармит. Где-то. Кто-то фармит. Вон, вон, вон. Даю вижен. Даю вижен, друг. Хорошо. Сейчас под минус армором ее как задушим. Чипалахами. У нее там уже, ууу, минус 7 уже. Сейчас еще медальончик накинем. Ой, так это вообще конечное. Все, я не стилю. Она там умирает от бары. О, хорошо. Хорошо. Вот этого пацана, гоу. Смело. Бегаем так и подромливаем. Мы же дазлы. Если что, крест есть по цели. Ох, там хоста. Там хоста, я замедлю. Замедлю. Ядик есть. Крест кидаем, потому что возможно сейчас на развороте вы. А, нормально, нормально, нормально. Все, гитбэк. А тут надо мне разворачиваться. А я ухожу. А, тпшки нет в этом смысле. Хотя, даем армор минусам. Вот этому пацану душим. Вот этому пацану душим. Давай, сларка. Рожь. Рожь. Крест раскачиваю, ребят. Крест раскачиваю. Но дальше, мне кажется, не зацепим. Не-не-не, бро. Не зацепим. Ну вот это вот, это лишнее уже. Это уже лишнее, ясно. Я тоже убер, да? Классно. Спасибо. Зачем, зачем ты так прешь? 2, дау. Не дау. Ты идешь под Товер. Я далеко не при. Так, пожалуйста. Но это уже лишняя драка. Легион, видите, когда Легион не соображает, это уже слишком лишнее. Сюда не нужно идти уже, но куда там. Там никак не догоняем. Так, давайте возьмем полглимера. Ребят, глимер на подсейвы. Спека там в форме. Так плохо, конечно, все. Но ничего, да ничего. Дау мне, говорит, дау. Эх, ну вот не знаю, кто тут прав, кто виноват на самом деле. Я бы, блин, бросил бы его и ушел бы просто, ну реально. Потому что, ну, не вижу смысла. Там уже конечное. Тупо, ну, сейвить так. Там никак бы я не засевил в любом случае. Там просто фит и все. Там фит, причем вдвоем. Ну хорошо, меня крипа убили. Хорошо, меня крипа убили. Блин, от Сларка проблема будет. Что-то как-то делать. Сларк проблема. Так, я крест размаксил, в принципе. Сейчас крест еще в разочек возьмем. Забирают ребята там, да? Хорошо, умнички. Я иду. Иду, ребят, иду, иду, иду. Хорошо, домой, дорогой. Отлично. Молодцы. Он еще, спека тут есть. Спека еще есть, пацаны. Не хотим? Хотим. Дорогушек. Там ВМчик. Это вообще пофиг. Давай, давай, Бара. Дорогушек. Хорош. Хорош. Есть глимер. Давайте вард поставим. Хорошенький. У кого там урна? Бара дай урну. Он себе фулл хп кидает. А мне? А мне урну. Смотрите, ВДшка. Вот так сделаем. Хорош. Ой, сларки пришли. А там глимер уже есть, да? Твойка хорош. Ядик. Он снял сразу же. Снял сразу же. О, хорош. Но там-то уже никак. Там дуэлька забрали чисто на характере. Так, возьмем еще раз. Ой-ой-ой. В меня, да? Нету. Хорош. Уходим. Я ему креста кинул? Вхожу. Все, ВП. Ай, отлично просто. Ва, и вообще хорошо. А, или плохо. А, плохо. Он сдох все равно. Ясно. Вот такие вот контроллеры. Так, ну берем пока так. Не знаю, ну агрессивненько так. Веселенько. И, наверное, возьмем что-то форставчик, возможно, ребят. Блин, что-то интернет подлагивает. Я извиняюсь, что такие фриз. Но вы можете все равно перематывать на видосах, ребят. Так что вот так. Но я тут в роли пятерки. Го, лес. Лес. Го, лес. Я тут в роли пятерки, в принципе. Изи, килл любого. Насос ларк с лотаром. Эх, блин. С лотаром. Ну, блин, сентри надо дополнить. Это плохо, на самом деле. Это плохо, что надо, сентри. Лего, брат, души, вот и шо. Это же фрикрипчик для тебя. Оп, хорош. Фрикрипчик. А да даст ты, сентри, опсы. Сколько у нас там до вот этого, а, нормально. Уж, уж что, Вер. Я тут пока вартик поставлю агрессивненький. Оп, вот такой вот. Хорошо. Ребята, запушат. И на мид, наверное, стянусь. Хорошо. С лего можно подрабатывать. У меня есть замедло станович. Спеку. Успеку. И лего стоит АФК. Ну, дуэльки нету, типа. Но все равно могли с руки убить. Не знаю почему. Он просто не захотел. Под минус армором. Да минус армор годно заходит все-таки. Хороший спелл именно тем, что... Не знаю, ультимейт я всадил просто так. Не захотел лего помогать. Нормальный крест есть. Сейчас с крестом будем работать. Так, оставляем фарм. Давайте возьмем поинт бустер. Оу, лего, надо к легиону бежать. Бегу. 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 Опа. Хорош, я подсейвил его. И сларк еще наваляли. Ой, вообще. ТП. На базу надо делать, братан. Хорош. И вот здесь. Нормально. Годно получается. Я, если честно, думал, что он уже умрет, там не достал я. Думал по кресту. Оп. Оп, хорошо. Оп. Плохо. Подобивать бы. Грифс можно, кстати, сделать. Очень дорогой артефакт, но сам по себе будет очень полезен в этой катке. Очень полезен. Там один в один разменяли специальный. Нормально. То, что я сейчас стою подфармливаю, ребят, просто нас четверо. Можно постоять подфармить. Давайте Мекку сейчас, наверное, сделаем. И Аркан в Грифс. Сделаем вот такую тему. Я думаю, будет очень годненько. И вардики надо, блин. Вардики, вардики. Можно сейчас выбор взять. Либо Мекку. 2300. Либо вардики. Вообще, варды желательно пуллпак. Пуллпак Эддэ. Давайте возьмем Мекку, хрен с ним. Хуже не будет, ребят. Хуже не будет. Хуже, ребят, не будет. Главное, на команду пытаться что-то делать. Даззл это командный персонаж. Нужно душить именно на команду. Низ, низ, низ. Че, никто низ не фармит? Блин, я почему саппорт выфармливает линии? Это что за бред? Одна секунда, снайпер летит. Опа, CMH что ли? Посмотрите, видели, как он пошел туда наглядно? Рано очень. Да ладно. Он с Ларк. Статистики возвращает. Пойдет. Так, опса, сейчас поставим. Вот тут вард сняли сразу. Кстати, это плохо. Баррадагон. Нормально. Где-то здесь, наверное, вардик поставим. Опа, хорош. Погнали. Но нету дастов пока что. Сентри, вернее, есть, но не в куре. Сентри, есть, а не в куре. Только прилетело. Так, ну, наверное, вот так вот делаем. Как это на базу. Сейчас грифс за драку поднимем, я думаю. Грифс за драку. Так вот делаем. Добиваем. Хорошо, есть в Сентри парочка. Вообще, надо желательно брать гему. Мы сейчас так уверенно идем. Готт-2, вот так вот может МБ. МБ так. Под сейва у меня, в принципе, хватает. У меня есть медальончик еще. Ой, милля. Чуть-чуть снимем, там буквально пару арморчиков. Хорошо. Под легиона играем. Легион делает, прыгает. Штучки делает. Сентрик ткнули. МП, КД. Давайте вот так вот сделаем. Оп, гвардик. Все, найс. К этому крипу защиту. Подхиливаем его и пушим спокойненько. Ломаем, ребят. Гонис. Гонис Т2. Смело, мне кажется, можем забрать. Низ Т2. И после грипсов сделаем Солар. Солар сделаем. Оп, хорош. Вай, как хорошо. Солар возьмем. Да, он, знаю, он с моп-хаком, что ли? Чел на леги. Чел на леги, походу, с моп-хаком, ребят. Че ему, конечная там дофига, да. Оп, хорош. Ну, гоу, можем задушить на самом деле. Оп. Хорош. Иди сюда. Мека есть, друг. Ты куда? Дай мне куда. Убегает чисто от меня. Дам хила. Держи. Манки еще. Лего СМХ, походу, ребят, играть. Ну, блин, вот как играть сейчас вайкапе, ребят? Ну, типа, блин, чел просто в наглую бежит и читерит. Ну, это очень, конечно, такое себе. Антихак систем! Понимаю, из спектра на антихаке вылетает. Боже, что за моп-хак гейминг? Почему именно на 4, на 5К такая жесткая тема? Ребят, недавно играл, если честно, вот не скорую, 83-ю карту играл. На 83-й карте мы играли, там, ребята, ну, 9-10 тысяч ПТС. Я удивился. Не было ни единого подозрения на моп-хак. Вообще ни единого подозрения. Вообще, ребята настолько чистенько играли, красивенько, аккуратненько. И никаких подозрений вообще даже не вызывали. Это классно тем, что понимаешь, что есть еще честные ребята. И, ну, еще не заруинили и не заруинят платформу. Вот такие ребята, которые именно олды, по-честному, честно играют, честно душат ребят. Так что те, кто юзает моп-хак, может, меня кто-то смотрит. Не юзайте, давайте играть по-честному, так же интереснее. И, на самом деле, вы просто гробите платформу. Платформа скатится в один прекрасный момент. А он с моп-хаком играет. Это видно. Из-за таких людей платформа умирает. Вот как вот этот вот чувачок. Зачем? Мх, зачем юзаешь, чувак? Мп нет. Есть. Лол, вообще четко. Четко вообще. Четко вообще. Четко, мп не было, раз мп появилось. Хорошо, подсервил. Зачем мх юзаешь? Спросим у него. Просто интересно. Интервью. Интервью у дурачка. Вот так назовем эту рубрику. Интервью у дурачка. Нет, интервью у дурачка. Это же получается я дурачок. Я беру интервью. Интервью у дурачка. Вот так вот назовем рубрику. Здравствуйте, дорогой легион. Хотел бы вам задать вопрос. Почему вы юзаете мх? Задаю вопрос. И... И ждем ответа. Ответ от дурачка. Данная рубрика называется Ответ от дурачка. У меня нет мх. Балаболишь. Балабол. Просто. Это видно, что... Я вас умоляю. Балабол. Туман войны идет, кидает кнопки. Врун. Так, давайте, знаете, что делаем. У нас есть центр, у нас есть опции. На карте, в принципе, все стабильненько. Горош. Горошанчика, друг. Софью улечка. Так, раскачали мы все способности. Давайте поставим сентри. Давайте поставим дефолтный обсерв для того, чтобы видеть заход на Рошана. Играем на легиона. Легион вон душит. Можно под него поиграть немного. Почему нет? Если легион хороший, можно и под него попытаться подыграть. Аккуратно раскидывать крестики. Крестики-нолики. И, конечно же, поддушивать. Гонни сейчас не стовер. Вот так вот делаем. И желательно бы сейчас приобрести нам солярку. И что-то еще можно было. Можно было бы тут, в принципе, аганим сделать. Так как легион у нас минус арморчик идет. Это очень хорошо. Очень хорошо. Там можно иметь, вообще пофиг. Все, сентрики есть. Но это роль пятерки, ребят. Это билд пятерки. Максимальная пятерка тут какая. Ну, потому что тут больше никто и не саппортит. Никто и не саппортит. Потому что тут я, тупо, получается, фул саппортит. Опа, соточка остается нам до кнопочки. Вичдоктора убивает лего. Леги. Так, давайте солярку апнем уже, в принципе. Хороший у нас получается саппортит. Очень хороший. Я бы сюда еще хекс, аганим добавил, если бы это был. Блэдгейм. Пара там в угол баре помогать. О, забрали уже. Их, Криса выпрыгнул, прикинь. Выпрыгнул Криса. Лего там мид просто колотит. Так, есть соляр. Соляр. Ого, помогать пацану. Есть соляр. Я далеко. Опа, соляр еще накинем на него. Эх, я не успел. Агресс накинул разочек, типа такое. Хорошо, соляр. Нормально там. Что, не будем пушить? Уписался ты? Уписался? Парень, походу, на легги уписался, да? Убегает просто. Такой, ну нафиг. Ну, нормально, понимаю. Так, ребята засели на дефе. Ребята засели на дефе. Смотрите, я там им на хг ткнул. Гоу, монетку. Или снайпер пусть забирает, да? Так, варды. Есть. Все, погнали. Погнали, варды есть. Вот так вот, пацанов, сделаем, чтобы пофармил. Все, лего вылетел. Будем на снайпере играть. А, ребята, просто что-то встали, афк стоят. Оп, хорошо. Вард. Тут нету варда. Я чекал. Хорошо. Игорь сюда. Опа. Вард поставить, говорит. А я не буду ставить. Мы сейчас тут просто заберем и все. Че, смотрите. То бара стоял, тормозил. Тогда теперь лего. Опа, че. Ля, как хорошо сделал. Опа, смотри, че могу. Опа. Афигабель. Ну, я не знаю, это в центре я уже не сниму. Не знаю, я всем армор бафнул, лего что-то там фармит. Ладно, хрен с ним, отходим тогда. Если команда не хочет, нужно играть тупо на команду, потому что типа по-другому никак. Надо от команды. От команды. Вейв, в принципе, кд что 40 секунд вообще, маленькая кд. Обсерв на хгм воткнуть, может? Мышка сядет скоро. Го, быстрее. Ну, будешь пальцами играть. Вот так вот сделаем, давайте. Ну, поставься же ты. Да ладно? Вич-доктор, хорош. Ля. Это шо такое? Опа-ля, как работа. Давай, хил даю. Эх ты, Криса. Но Глимер там не помог бы. Я не могу прохилить, господи. Не смог я прохилить. Видели, сколько там в центре? Это ВД. А, ВД все, сдался, да, я понял. Ну, заслуженная победа, я считаю, тем, что... У нас ливнул чел. Чел ливнул. Кто там стоит? У нас чел ливнул. И мы начали душить. ВД-шка обиделся, вообще пофиг. Вообще пофиг. Надо извлекатки, они так и тащатся. Надо извлекатки на мораль вытаскиваются. Когда кидаешь крест на лоха, п, челы не могут никого добить. Челы не могут никого добить. Все, ге-ге. Ге-ге. Задушили мы. Ге-ге, задушили. Что бы еще я тут сделал? На самом деле, уф. Давай вот так сделаю, брат. Смотри, что есть. Смотри, что есть. Подхилю еще. Оп, смотри, какая штука. ВД-шка вот этот. Оп. Минус армор есть. Еще так сделаем. Пару. Ох, эсэвен. Что там, рапира что ли? Как крип, эсэв просто умер. Жесть. Но это жестко. Это жестко. Эсэв, я понял, почему он умер. По-моему, там под минус армором он был. Там ему с этой стычки просто. Там крит вылетел, походу. Часто как крит плюхнулся. Блин, у меня нет центрей. Это плохо. Го-го-го, снайпер, друг. Работаем. Я боевый тут сейчас. Опача. Не знаю, кто там на кого напал, но это выглядело как избиение с ларкой просто. Как избиение. Как избиение. Хорошо. По-низу. Тэшку забрать бы по-низу. Было бы хорошо. В принципе, такая начальная катка нормальная была. Сейчас такая. Ну, пойдем next-ом более потную. Ребят, вы сами знаете, что первые катки, они в принципе такие могут быть разминочные. И next-ом, конечно же, потненькую. Пойдем такую, чтобы ребята, не знаю, там пошли в хг. Я тут по-низу иду, как по тактике. По тактике иду по-низу. И там решили просто. Просто в Крису. Пойти доламывать. Я по-низу пройдусь. Даззл вообще такой сильный герой. Командно очень жестко задушивает. Играли мы тут без форса. В принципе, без форса можно хорошо душить. Без форса. Фармить на нем тоже по кайфу. Shadow wave просто задуваешь и все. Shadow wave. Гоги. Гоу, поинт бустер. Ребята такие все равно в мид пошли. Ладно, что я тут хожу. Гоу тогда в мид и запушим уже. Я думал, просто пойдем по тактике. Зачем трон? Не знаю, ребята решили по иному. Даззл там стоит, получается. Ферму свою обогащает. Ну, гоу, закончим тогда. Поинт бустерик. Можно мне по сипке. Барата. Танч. Баку. Союзников на. Да, лего с мопхаком. 100%. Он так быстро реагирует. Тут как бы невозможно почти. ГГ. Ну, не знаю, ребят. Такая первая катка, как бы, разминочная получается у нас. Разминочная первая катка. Ну, в принципе, сыграли в четверке, в пятерке. Выиграли линию. Кунка у нас вышел с игры, дропнул антихак. Ребят, очень плохая ситуация, на самом деле. Сейчас в вайкапе, что, типа, ну, очень много всяких крыс с мопхаками. Ну, гоу, некстовую. Надеюсь, некстовая будет пожестче. Ну, а пока как-то так. Погнали, некстовую. Ой-яй-яй. Ребят, что сейчас будет? Загрузилась у нас карточка. Что ж, это у нас XLTB-шка. Это значит, что мы сейчас забаним Акса. И не будем бояться, что он пробьет наш крест. Так, ну что, друзья. Баним. 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 Ребят, в общем, что касаемо у нас Акса. Ничего. Что касаемо у нас Дазла. Конечно же, сейчас мы будем собираться так, как нужно. Что у нас по раскачкам, по контрпикам. Если честно, я сыграл довольно-таки большое количество игр. Самое напряжное, это, конечно, Бара с Найксом внутри. И плюс какой-то Сайленсер, может быть. Который четко дает глобалку, чтобы вы ничего не сделали. Ну и, конечно же, всякие Хиксы, которые могут помешать вам накинуть эту способность. Ну и аппарат, конечно же, тоже неприятно. Потому что, ну, на лоу ХП хотя бы крестом не засуицидит юнита. То есть, ну, какого-нибудь героя. Во время того, когда на нем Айс Бласт. И, соответственно, вы союзнику кидаете отличную вещь, как крест. Конечно же, его не убьет. Но через 5 секунд он умрет. То есть, дело такое. Дело такое. Но и, тем не менее, пойдет. В общем, ребят, что нужно нам сделать в этой катке? Как мы будем качаться? И что мы будем делать? Мы, по-любому, здесь купим Аганим. Через Аганим я уже играл. Это просто жесткая тема. Армор очень жестко поднимает союзникам. И, в принципе, оппонентам очень сильно снимает. Причем это никак не задиспелить. И драки вообще вот такие не получаются. То есть, если даже в драки ты кидаешь какие-то минус арморы. Там пока драка идет. Она растягивается там 5, 7 секунд, 10, 12 секунд. Это уже примерно 15 армора минусом. То есть, это очень-очень-очень много. Ну и, конечно же, как мы будем раскачаться? Если у нас будет союзник пассивненький на линии, то, к сожалению, мы будем сосать и минерали. А если союзник будет активный, то, конечно же, первую качаем и душим. Главное душить, ребят, душить. Конечно же, пойдем опять через медальку. И, конечно же, у нас билд. Посмотрим, кто у нас тут как будет задушивать нас. Если нас будут сильно душить, придется... О, взяли еще, смотрите. Взяли пуджа. Пудж для даззла. Это очень страшно, потому что у даззла на седьмом, на восьмом левеле все равно там 700 хп. И будет очень-очень, ребят, тяжело на самом деле играть. Я трал брат, я 4. Давай наполам сапить. Вот так вот сделаем. Вот так вот. Я вот так вот сделаю. Хорошо. И трал пусть там еще что-то докупит. Я хочу нижнюю линию пойти, потому что на нижней линии вообще самый кайф. О, но спека и... А этот... Мартретка. Спека и Мартретка. Но это круто, кстати. Спектра, знаете, чем хорошо под даззла? Тем, что спектра на лоу хп, она будет лоу хп, она будет выносить дисперсии. Просто они будут убивать ее в крест, она будет драться, она будет выносить дисперсии. И это главная тема. Ну и, конечно же, также бить дезалейта очень хорошо. Но не суть. Так, не захотел трал вообще ничего саппорти. Он вообще, наверное, не знает, что такое четверка-пятерка. Ребят, катки на самом деле на даззле очень тяжеленькие. Тем, что не все игроки в доте, конкретно на 4-5 кптс, имеют определенные понятия вообще игрового процесса, о ролях и тому подобное. То есть, поэтому немного сложновато, ребята, мы саппортить... Пресс-бэн, понятно. И саппортить сложновато немного, и катки сами по себе тяжеленькие. Но ничего страшного, мы разберемся. Что там есть бара? Бара нету, кайфуем, ребят. Что ж, будем качать первый. Первый в максимум будем. По дефолту раскачка 1-2-3 на третьем левеле. 1-2-3, напоминаю. И, конечно же, в дальнейшем... Ну, не знаю, тут, типа, страшно, страшно вырубают. Тут пацаны, серьезно, типа, не в тот район мы попали. Но на линии я им не дам ничего. На линии я их буду гонять. Если на руне я ничего не могу сделать, но на линии, на линии, мама не горюй. Что, убивает, да, у нас? А, 90 маны надо. 4 маны не хватает. А, манга даже нажми. Подожди, сколько? А, 75, да? Или 60, 70? Сколько вы здесь на первом ловле? 65, да, маны, по-моему, берет? А потом на ловине, что она поднимается по чуть-чуть. По левелу. В зависимости от уровня прокачки, как я говорю. Так, ну что, пацаны. Не на тот район вы пришли. С вами я тут, мужчина настоящий. Сейчас буду разговаривать. Вы меня тут... Чё, офигели что ли? Вы меня тут, чё, офигели что ли? Куда подошел? Пошел отсюда. Пошел отсюда. Вот. Март редко прогуляла крипа. Март редко, ты типа как фармишь, если чё. Рожь. Так, ес, пошел отсюда. Гоняем, ребят, гоняем. Главное только крипов не переагривать. Туда всё будет хорошо. Пацаны меня боятся, тупо. Тупо я их овнэч. Берем хилл сначала. Линию запушили очень сильно. Очень сильно запушено. Очень сильно запушено. Ребят, сейчас надо будет отвод делать. Гоуна отвод. Но дабыл отвод не получится сделать. По времени. К сожалению. Не знаю, может и я виноват, что так запушил. Хотя я вроде крипов не бил. Так, давайте собраться. Выходите, погнали. Хе, хорошо. Чебутэ. Чебутэ. Постараемся просто засуществить крипов. Не будем бить их. Нейтралов. Попробуем только, ну, может подобивать, но... Добили. Оп, не добили. Хилит. Оп, хорошо. Пойдет. Пойдет. Деда вперед. На топе кого-то убивают. Да, злой, да зло. Печалька. Я очень сильно линию толкнул. Вот это неправильно, ребята, отвод. Знаете почему? Потому что линия очень сильно толкнулась. Очень сильно линия толкнулась. Но у меня не было тангуса, чтобы прорубить или подстакнуть. Это неправильно. Отвод, ребята, так не делайте никогда. Потому что линия еще тоже сильно уходит вперед. Ест сейчас просто в шоколаде будет. Да, 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 да. Кто там, Ксин? Ксин там в шоколаде. Я стараюсь подвасхищивать. Крипов. Хорошо. Опа, отлично. Отлично. От этого заберем. О, ерсбрукеры. У меня тэшка душит. Руж. Укрест есть, можно поесть. А че, не боишься его что ли? Не бойся вообще никогда с дазлом. Не бойся с дазлом вообще никогда ничего. Отлично. Вот так захилим. Тп-шечку. Хорошо. Пока кайфуем, пока пуджа нету. Пудж придет, я буду напрягаться. Каталу, на руну сходим. Нартретки немного эксперт дадим. Вообще, нельзя у Керрио своего тырить experience. Но. Но. Дело такое, что делать нечего. Так, узелся, че там? 200 маны, да? 200 маны еще. Кто-то убьем? И фрифраг жишь. Фрифраг жишь. Я кинул, типа, ну я, скорее всего, в таверну, да? Есть тут. Есть, стопа идет. Зевса забрали, да? Был его. Оп, хорош. Давай, 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 спек. На, так сказать, на голенького. Хе-хе. Микрорасчеты волосатых бубенцов. Сейчас хильнемся. Так вот сделаем. Все, гобе. ВП. Молодцы. Нормально. На мокренького, на писюленького просто. Задушили. Мартретка пока там. Экспидс опять левел уже. Хорошо. Все пойдет, ребят, пойдет. Так, че нужно сделать? Вардики желательно, да? У нас вардик кончается. Но трал, не знаю, не хочет, наверное, помогать. Сапог, стик у него тоже. ВЦ давайте сделаем вот так вот. Хорош. Кунка там откачивает. Вот так вот сделаем, ребят. И панду можно убить, пока 6-го нет. Коману нету в Мартретке. Он нету в Мартретке. Погонять тупо, да? Я так понимаю, Мартретка не хочет атаку делать. Спека прыгнула, но брат. А я даже звука не слышал. Вы слышали, звука не было, что спека прилетела. Тупо звука не было. Воу, на монетку сходим. Вар через минуту пропадет. Странно, что звука не было. вот этого подхилим сейчас бегу водопол трал конечно у нас не очень плеер но ничего пока ночь можно так поставить аркану бы тут поднять мартретка это получше в прошлой катке мартретка была очень пассивная эта мартретка повеселее с ней можно работать в принципе но такая тоже немного пассивненько пассивненько такая вова брата на развороте 2 на развороте дай мне 2 на 1 2 хорош мужчина это моя арканах это моя аркана в целом можно под парами тут принципе нету хардлайнера четкого поэтому можно позабирать клипчика взять 6 и конечно же подушить аркана что же копеечки аркана хорошо отлично это поэти я думал там но там будешь я не попал счетом целом не попал хуком того т.п. из развор деться бы желательно спека на миду конечно это интересно вид спектра о красавчик вася красавочка спека ты где не мешай ему через всю карту идти на зевса лучше путь делать т.п. надо будет интересно надо поделать беги брата он хорош беги теперь вдруг нормально живешь брат живешь дружище могу хилку отдать своему саппорт кировича первич саппорт возьмите хилку пожалуйста отлично подсевили маритку давай давай бро кидаю вот такой ядик оба об сари как могу еще маритка но креста нету брат ахошь нормально нормально овница пойдет как говорится на вставочку хорошо пойдет главное своему керри писью посадством немного солененький просто и все чаще нужно делать нету т.п. брат нету я не могу так слишком быстро динамично эти моны пойдем парень смотрите дадим б б б .... боякил бр 40 там на егс какой злой 4 маны любященно до давай т.п. все уже ты чё хорош это мармалет и пану научимся но это соло соло я не знаю что тут еще сказать можно мне вот так вот ты посола и 0 ультимейты первым задрочил без билда первого спела типа не получится и соло тупо слова я низ прилечу брат а так напишем парня так чё качаем покачаем если я грейм раскачивал давайте раскачивать hill grey в разочек хотя бы но вы там потом по расстоянию посмотрим я пока вижу смысл качать hill потому что вроде ну все ровненько и вроде все ровненько парник один возьмем тоже хорошо еще у нас гол т.п. грейвик в разочек качин зус идет отлично чебуты и и сек тут у нас ей ясик яички и раз бруйкеровича а вот так вот сделаем боя бафнул их ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля- эх жалко а нет ты пашки мартретка брат ну прыгни ты боишься март март не бойся прыгай брат на угол стоит просто пока вот это я не люблю их ультимейт просадил но уже есть боится мартретка состоит просто пока пассивный керри получается боты и боты и пойдет хорош улетел улетел ну а чё крест брат крест кинька ладно ну вот это фиссура такая ой хорош хорош господи получается хорош господи хорош господи хорош го пуджа 500 хп у меня цари 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 я первый бегу я просто как извращенец гоу есть у нас вот это каураги ура гид хорошо каураги хорошо держи хил нормально вы там задушили на руне так но моя задача главная не сидите подсопорчивать в принципе я чуть-чуть справляюсь с этой задачи вардик на рунке еще стоит еще две минутки будет стоять это радует манка будет сейчас 2 4 3 5 1 15 70 74 88 и хилочек на лицо все и каураги есть и каураги есть хорошие лично синсультой варди пропала все-таки опа все по как мыши по норм пульшу ходят да блин оксина ловить не вижу смысла не знаю я тут а пока наверно больше стою нежели чем помогаю аша застанется рожь хорош как хорошо хорошо работает первый спел просто на пудра кидаешь если размах шина типа ну закидывается стан на третий тик третий тик стан закид блин чем этот четвером стоим на типа вообще не ахти либо надо пушить либо надо уходить отсюда типа в четвером не варик вообще тут стоять пока пуджа нету можно кстати подушить нормально пилочек будем качать ребят в этой каточки грейд тут вроде как но есть загулы такие но разовые хилочек будет очень актуально заходить так делаем это первый второй момент крест прийти на пуджа у так вот а пока ураги вайс статика пошла на хила нету друг рожь нифига там на критует нету хила брат хорош нифига себе вот это люто было на самом деле ребят это было люто хорошая драка хили хил 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 от ульты зевса брат и духи лить иду хилить маритку марита вот все жопа засейвлена нормально хорошо все держи брат и вот это еще возьми все хил за макс или каждый шесть секунд будем подхиливать вот здесь шеста к ним как раз чтобы у нас мартретка кайфовало кайфовало хорошо и вардики надо поставить отлично отлично я на самом деле тут уже начал бы собирать аганим потому что пой ты очень хорошие очень хорошие если будет дополнительная уешка с аганимом это будет очень годно давайте возьмем вардик пойдем проставим и сделаем сейчас такую тему что нам нужненько нужненько пойти под завар и ца вот сюда всего на дефолт руну сюда поставим вард будет отлично как думаете мне кажется будет отлично более чем согласен думаю думаю сам собой согласен а это главное пропустим хорошо есть их нападает да есть их браконьер если браконьер мне наверно пишь хоть не по не полив на все сделал я главное чтобы вижен был на руль и вард стоит нами туда по пацаны такие серьезные там мне нельзя на пуджа попадаться вообще но у меня 1000 хп я в принципе уплотнился чуть-чуть а там и зевс еще ультимой будет аз динго аз динго хил есть можно поесть ребят хил есть можно поесть от мартретки бы сыграть от мартретки но стоять смысла нет тут миду тупо тупо стать до попробуем чуть мартретки подставим или мартретка собралась и драться на их сорм лет держит но подставим чего-нибудь два кэмпа попробуем подстакнуть сильно низ идет где просто на зерс остановился давайте здесь так ним хотя бы тогда просто подходим и отходим я не успеваю по идее я не успеваю никак лев стоит кайфует чили отдыхает по на line line голову на топе на ех пока все фарме тоже давайте line постоим но не будем желательно пушки у блин там есть так подставился а это иллюзия иллюз иллюз их сейчас бы так чапалахнул куда там пошел ко мне до ко мне пошел зевс но это настоящий что засолировать тебя друг засолирую тебя и это было мое соло мартретка я соло убивал здесь что-то газону сильно это было мое соло для сдаются ну правильно нефиг тут играть это так понятно все саппорт дазл тушит тушит аз динго жесть видели сколько дэмэджа под минус армора вот так можно шугать прям вообще жестко успеваю эх не успеваю не 2 1 лэву оба ч а это джи джи браконьеры набежали сори они под слишком много их там так ну нормально пока ровненько держимся нами детскому что будет драка а где так сделаем оба поле рожь давай давай минус армор там лютый с армор там лютейший там по минус армора по десяточке сейчас у него речь пойдет папа полетела но армор уже есть сейчас не будет давай 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 я не догоняю вопрос что он вообще как это быстро и на на x просто фаза у него жесть такой бред так за на иксом жестко побежали это жестко очень-то как и настоящие браконьеры на самом деле за на иксом побежали в артретке хорошо критую кстати 7 через фисты о ригенчик я бы взял посидки посидки ребят так 13 ассистов хорошо сопим ребят и ни разу не светили еще когда нам надо начинать видеть мартретка тоже не сидит так отлично у нас есть а gear axe на на x яшку еще прикупил это извращенец а x яшку еще купил давайте подстакаем артретки пока мартретка ну можно забрать один кемп и серьезно что ли и шутках шутка бро шутках подстакнем вот этих крипов успеваем я просто медальоном по идее согреться я не успею там браконьеру помочь на конке конка что-то газа ну брат ты чё так газуешь вообще страшно что-то страшно ты газа ну а я чуть сейчас не умер я я умер скорее блин манснуть сюда или нет они попробуем отсынуть это мне жизнь спасет хук пойди затянется их жесть вот это я вот это я даю это я даю помогите ладно пусть тебе ну домой друг но тут никак никак друг не как брат на это на вставочка можно даже делать просто тупо на вставочку в очку хорошо о пача это тоже можно на вставочку минус армор главной дате можно умирать с чистой совестью все минус армор до главный минус армор дать nike 08 армор минусом 18 минус нормально нормально ребят сделал что мог на самом деле мне кажется это хорошо но плохо что поднялся на хэгэ соло это зашквар честно ну блин свидетель разок сорян ну пудра нормально рассказать или думал я думал бежать или нет набежать это стопроцентный суицид был от мансить до качественно хорошо мартретка прям старается но бкбшка мартретку имеет тут по-моему если nike не возьмется за жесткий какой-то мкбшник и надо вообще им мартретку убить разочек если мартретку убьют то мне кажется могут поднять несколько слотов себе с ее смерть у меня почти есть и гоним-то радует а кильфа и у сюда ты по сделала он 2 левела кристалл покачать можно а у мальцом а у мальцом давайте добьем чуть копеечки 400 осталось там они там рожь пошли городский может мартретку убьют под камбетчат немного и карточка продолжится жестким темпом не добил отца крыса получается а тут тавр еще есть йома химчик пришел дебаты просто гирс бруйкер гирс бруйкер так это же что это же аганим и вардик хорош ребяткам поможем а по минус девс вот эти зевсы которые покупают первым слотом себе аганима это конечно зашква что-то надо даггер какой-то к это под сейф это суету типа так неинтересно же там вообще жестко что происходит о пуджа притянула хорош 4 нормально но они соло тут сделали я принципе мартретки под саппорте мартретка чах опа так смотрите какой билл получается билл хороший билл хорош получается варди когда можно хоть а ксина за башку хочет убить как думаете убьет нет ставка 90 на 10 90 что не убьет да моя ставка выиграла а с динго хорошо таз динго стейку гоу еще стакнем что-нибудь пойдем больших крипов ставки мартретка ушла смысла нету бы в март а ушла смысла нету стакнем сейчас больших крипов там просто и все вот этих с так ним и вот этим с так ним вот здесь сейчас покажу как стакнуть ты делаем так вот рожьи этих надеюсь успевая этих уже не успевая поиде не успевая А может и успел Кто знает Да, успел 3х и тут 2х Хорошо Подстакали Пусть ребята фармят Или спека Пусть или спека пофармят Или спека, или Мы просто арморой будем закидывать И все Пусть парень фармит Сейчас после кнопок Подхилю Хорош Гоу варбинг Сюда поставим Пойдет Хорош Фига там кунка Извращенец Кунка извращенец там Че делает для извращенец Люды Так вот делаем Там мордроидку еще Домой дорогой Сейчас останется я как Хильну На Вообще Сбиваем просто Ну мордроидки отца портил Тут грех не сбивать Ребят Прям Я не знаю Прям я не знаю Позиции особо нету Дурачок там Он играет Так сини АТТшка попробуем Мы в принципе еще не выиграли Мордроидка может задайвить Фидануть И они могут чуть отожраться Игры дальше Дальше Сплитит да На xc Все Сделаем Можно бафать в такие моменты Просто баф на атаку делаем Чтоб нас не пробили с армора Давайте сделаем Почему нет Сармора нас не пробьют В принципе Если даггера нет Кайфы Хорошо Ну все Ребята Бафаем просто И все Стоим чилим отдыхаем Ребята Армора у вас просто попой лопой Можете задайвить Просто и все Ля я какой браконьер Ребята Дайте выйти отсюда Я вообще жесткий браконьер Давайте вот так сделаем Хорош Хорош Хиляем Через блэкинг бары Подходим На xплитует нас да Так устыла Я умер да? Но я на xcp не видел Тупо подо мной делал тп Я на мартретке был сфокусирован Хорош На x2 фрага сделал Продолжается у нас драка Мартретка решается Нападать у нас на пуржа Угивается у нас пурж Фистами пытается Пробить у нас ксин Дерется Мартретка Но на x инфестом Делает ультра килл Просто молодец На вставочку Я честно его не видел На x под ногами Давайте возьмем здесь Скипетр Чтобы в случае В такие моменты Чтобы мы выживали Работает каталажка Чисто шпион Молодец на x Пытается с камбэкнуть Ту тему Но меня слили Видите и драка Неудачная Если честно Я болею Чтобы они камбэкнули Чтобы была игра Интереснее намного Чтобы потненько было Чтобы я прям Уф Булочки там Поднапряглись Немножко Но ничего О, БФ на Ксине уже есть Это плохо, кстати А мы его не можем убить Я Next'ом делаю Хекс Хекс Next'ом Акель пою Хекс Next'ом Вместо Стика Ебутэ Хекс Next'ом делаем Это Соло Хорошо 16-ый БАПнуть Было бы годно Гоу По Драку Чутка Там сейчас Даггер появится А, нет, ЕС Пятерка Там, походу, да? Дефнем, мид Хекс сделаю Next'ом И Актарин попробую вывести Оп, плохо Это плохо Ну, нормально, в целом В целом, все нормально, ребят Все годно, ровно Все ровно В целом, все ровно Подвардится бы только немножко Но я решил выйти в небольшой выформ Портретка, что там БКБ, Маднес, да? Маднес, такое себе решение, на самом деле Страл тоже решился уплотниться У нас хороший Стралом артефакт, в принципе Давайте возьмем по варду, наверное, сейчас Готов Продадим стик Возьмем вард Так, сделаем Дистанция хорошая У третьего, у второго Спейла Прям жесткая А первый спейл На самом деле Немного сложновато С ним приходится очень близко подходить Так он решил нас пойти подвидеть МКБ МКБ на Х Все, держим в курсе Аккуратненько 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 Хорош Барда летят Леск кто-то пошел У меня под сейвов вообще нету Если меня путь шуканет Это конечное Нартретка, гоу, брат Или вот так он Зачем? Ты знаешь, как работает Тут спейл Просто отправил его на баз Абла Попробовать убить его через ультимейт Отправил туда Пуш Ой-ой-ой-ой Тут все, да? Я отхожу, я танчить не буду Хорош Не знаю Я типа тут умираю Как бы У меня проблем Мартретки я там не помогу Мне надо самому тут уже выйти Найкса забрали таки Сори, ну Типа, если так То типа Ксин под задушил Нормально Сори Ксин нормально там под задушил Ухп вообще ушли просто Вместе надо На вставочку Сейчас что-нибудь сделаем Годненькое Что там с курицей? Ринни Ооо Оси Чего? Пойдем вниз Дефнем Сделаем хекс Найкса Сможем переконтрить В принципе Но драка сейчас не очень успешная Была, честно скажу Но я тут и моя Тут в принципе вина есть Я мог отдать ей крест Она бы выжила Но возможно выжила Я не знаю Я не уверен Выжила она бы или нет Но импакт она и так внесла В принципе Там суета началась Вообще ничего не понятно Суета началась такая Шо мама не горюй Хорош Крипов всех смыл Ой 16 левел Это год Лучше конечно с клакой Блин жестко Жестко дамажит Жестко прям физиклом Хреначит Пармить прям люто Можно быстро 2200 Давайте купим сейчас орбу Вот здесь вот Тагерочек вообще можно взять Дазлу Чтобы позиционочку Подыскивать Вы такой будете Универсальный саппорт Который Двигается как Брюс Ли И пакостит Как собака Которая у меня дома Да Годно же Ж есть Хекс Профит конечно Ребят Хекса надо вывести Роша Роша есть Роша есть Роша есть Ребят Рошанчик есть Ребятки Рошанчик есть Монетка Все так сделаем Роша 126 Ставрополь Хорош Скади Мортрах Партретка Скади взяла Спека Вгшечка Спектра Полная Противоположность Мартретки Вашпе Так БФ Молнии Но на топе Походу Комбо Вомба Щас будет Да А смотрите Гоу Я порубав Партретка Нормальный Будет Надо встать Так Так Есть Ксина Зацепил Так вот Пацана Вот этого Сюда Дорогой Поможем Поможем Арморчика Даю Брат Хорош Арморчика Даю Минус 4 Кого не было В драке Кто виноват ЕС Виноват Бедный ЕС Нормально Рассинхрон У них был Жесткий Мы начали Драку Первую И просто Задушили Я щас Ребят Выхиляю Еще В принципе Хорош Айот У нас Прям Очень Сильный Состав Пик Сам По себе Неприятный Для них Лютый Лютый Просто Пик Бал Хекса Есть Я вообще Маны Не тратил За эту Драку Вообще Ни о чем Драка Для них Просто Найкс Один Остался Один Надеетесь Один Надевит Найкс Остался Это Жестко Найкс Наверное В шоке Сейчас Мп Кидам Так Вот Айси Дай Пушайте Ребят Пушайте Это Не Сосайте Это Пушайте Ой 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 Сричи Делать Браханьер Так Сделаю Души Спека Я верю В тебя Жесть Еще Взять 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 Это Кто Так Нет Нет Креста Брат Вот Так Сделаем Оруж Господи Вот Это Хорошо Хорошо Щечипалаху Там Ед На Развороте Дал Нормально Вот Курицу Мои Мои Два Водит Столана Мои Два Водит Столана Походу Ребят Пойдемте Жобу Похилим У меня Хекс Есть Сейчас С ультимейта Зевс Бахнет Братан Хекс Выформили Ребят 39 Минута Очень Хороший Тайминг Это Рошан Рошан Забирается У нас Можем Хорошо Подгушить Потненько Потненько Плотненько Ребята Держатся Но Теперь Уже Такое На Хаг Не Можем Зайти Это Радует Потому что Игра Становится Более Интересной Жаль Глифа Нету Грифа Так Хекс Имеем Хекс Имеем Топ Деф Ай 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 Хекс Имеем Отлично Получается Так Ну Гоуст Мне так В принципе Не особо Помогает Я смотрю Я смотрю Найкс Меня Не Вгрызается Не Пытается Меня Убивать Есть Хекс Худж Да Найкс Лотарщик Найкс Молодец Пытается Эту катку Затащить Кунка Кунка Пытается Ее Слить Я Так Смотрю Ждем Кунку Го Кунку Ждать Ребят Корабль Тоже Хорошая Вещь 50% Вон Смотрите Я Я Я Сбруйкер Мортретка Ща будет Умирать До Похода Оу Щит О Гаста Пригодится Мне Сейчас Так Как я его Хильнул Вы видели Сколько Демиджи Нанеслось Байбэк Лайфстиллер Байбэк Лайфстиллер Но Мне Главное Поддержать Позиционку Сейчас Лайфстиллер Байбэк Нался Спине Ксин Спине Ксин Аккуратно Держаться На расстоянии У меня Нет Никакого Подсейва На себя Прям Потно Редка Суицидальная Пошла Тогда Юбро Давай 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 Солируем Груш Вот Это Крид Вот Это Мужчина У 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 Брат Не души Так Сильно У 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 Него Аегис А все Ровно Я далеко был У У меня ксин отзонил Прям хорошо так отзонил Папунжан Папунжанчик Ес А слишком много их тут Много вместе надо Губэ О, а то идем Тешку можно Так, 3к есть, ребят 3к попробуем в акторин выйти Типа мы будем жесткие И И быстрее хилить будем И больше крестов будет И вейва будет быстрее откатываться Кстати, вейвы же стакаются Я не упомянул, надо будет подписать Что вейвы стакаются Крест Опа Опа Это плохо Хорошо Так, сделаем Крест Уф, подзадушили Ксину Отлично Отлично просто Хорошая драка Ну, плотненько-плотненько идем Найк соло не задефит Это джи-джи Заходим Найк соло не задефит Соло Найк снизадефит Байбэков нету Это минус вторая сторона А, Найкс понимает И не дефит даже Найкс понимает, что тут никак Вторую сторону Соло не задефит Вторую сторону Соло не задефит Фаст финиш пишется Это, наверное, гг уже Конечная Это уже, наверное, конечная Конечная Ну, плотненькая Плотненькая такая каточка Прям нервишечки иногда Подшаливают Такие моменты хорошие Прям есть Прям поддушивается Ну, резается, ребята Резается еще 50 секунд Парень, какой-то Путш там 50 секунд еще Хекс очень хорошо зашел, я считаю О, тралс фидел ГБ Парни Тралс фидел Давайте еще попробуем Сделать Октаринус Медальку Почему не доаповой Не знаю Особо как-то Октаринус лучше, конечно Сделать уже Для пущей Картины Для пущей картины Октаринус, конечно Хорошо Зайдет Так, 26 ассистов у меня У спектры сколько ассистов? У спектры 17 ассистов Жесть, у меня ассистов очень много 700 золота, 600 остается Так, кнопочек Заветных А дазл, конечно, сильный персонаж, ребят Вот меня стараются не контрить вообще Один раз меня законтрили на миду Найкс поддушил И все Дальше драки продолжаются То есть мы душем Люта И урон, кстати, у дазла Хороший Это значит, что керри катки будет очень весело Посмотрите-ка у него урон 115 на 133 Очень большой разброс Блин А у него же 3,4 всего интеллекта дается За левел Почти 4, но это, в принципе, стандартный интеллект Но дамажа с руки много Много Дамажа с руки у него что-то много Я не думал, что так много с руки у него будет 133 Это много Это реально много, ребят 133 дамажа с руки 101 интеллект Это много 101 В доте Небольшое количество персонажей У кого Именно интеллект Или вообще в целом ловкость Выходит за диапазон 100 Поэтому, как бы, ну, очень интересно Пойдем в третью сторону заканчивать Я думаю, это уже конечное будет для них Есть Акторинус, ребят Доколотили 47-ая минута Фулзатар сделали-таки Хорошо Монетку еще можно будет проапать И вот это можно в грифсы Это фулсат Айтем получается И, конечно же, еще Этериал бы может сделать Но Этериал-то В принципе, лишнее Вардинги Различные Можно сделать Так, так, так Вот это пацана надо Раз Сколько хил? 4 секунды хил кд Давай А выхилием пацана на фул 3200 маны Я никогда в жизни эту ману не потрачу Просто хил по кд Хил по кд Хил по кд Давайте вот так сделаем Раз, пошел 29 секунд Кдшка 29 секунд кдшка О, мартретка далеко пошла У нее много там арморов Хорош Спека там газануло, друг Ну далеко Далеко Далеко, друг Есть хекс Не поспеть за керри за моими Я каркатится Такой билд, знаете, машинный Чисто Есть еще, да, есть Так делаем Так делаю Пока Пока Дай хил Ой-ой-ой Я не успел Смотри, что есть Хорош Смотри, что есть Крест Можно нажать Спасибо А, я тут уже не живу Кукусики Эх, задашили Такие Ребят, задашили Ну это Джи-Джи все равно Джи-Джи Вот так Напишем Не, ребят Игра хорошая Мне понравилось Много моментов Такие под сейвы Мартретка Конечно Были прям вот тут Вообще по кайфу Мне понравилось По кайфу Ну у нас остается Ребят Это у нас четверка-пятерка Мы отыграем четверку-пятерку На дозле И что у нас остается Кстати, я еще фидер Минимальный фидер на карте Это годно Это годно На уровне ксина по фиду Это очень хорошо Были, конечно, моменты Ой, зачем ты еул дыш А, с даггера выйдет, да? Ааа Уходи даггером, ты что? Вот извращенец А найкс-найкс-то извращенец тоже Задашел Один ластовый барак остается, ребят На самом деле Оппоненты вроде дают чипалаху Но уверенность такая Что мы намного сильнее на самом деле Вот чувствуется прям в груди Такая уверенность И что у нас остается, ребят Я не договорил Получилось у нас Четверка-пятерка В принципе 7 и 4 7 и 5 Мы отыграли И остается керри-катка, конечно же Она не будет выходить дополнением Она выйдет после этой каточки Для того, чтобы на вставочку Что-то задушить Потому что это годно Надо поддушивать, ребят Именно в гайде Керри-билд выпустим Зайдет Зайдет Керри-билд на Дазли Это классно Через Армлет пойдем Ну, Армлет Это классическая тема Классическая тема Классическая тема Армлет Они, в принципе, топ сейчас потеряют Я так думаю Рапира Рапира, Ксин Хорош Если что, гаста скинем Гаста скинем Ребят, не забывайте про то Что можно на Дазли Брать Форстаф Просто тут Как бы Я взял прям Жесткие артефакты Не было такого, что Я, как бы, ну Нуждался в каком-то Эскейпе постоянно Потому что У нас катка такая Ровненькая была Плавная Поэтому, как бы Я и не собрал Никакого Форстафа И прочих тем Блин, они еще могут Камбэкнуть Камбэкнуть могут Надо, может, спеки подкидывать Крест Крест максимально на спектре держать Максимально на спектре Не знаю Давайте лучше попробуем спеку Посмотрите, какой у меня просто 101 интеллект Но 23-й Еще не прав Рапира, это плохо Это плохо Блин, надо завардиться, ребят Я забыл про варды Мы в темной Просто пещере находимся Темная пещера Парни, МБ Соберитесь Помогите Заварбить ЕС-1 Давайте скинем, наверное, медальку Медальку скинем Сейчас будет драка, да? Опа, ЕС Хекс дал Души, души, души Не успел я А тут за душем нет Мартретку сейчас грызть будет Даю крест Даю минус армо Это плохо Это плохо Хекса нету Хорош Хиляю Снайк сюда Хекс Опа А можно Гоуст обратно? Спасибо Даю крест Хорош Рапира Брат, рапиру бери Хорош Это жестко, ребят Жесткие драки Так я варников и не дождался, ребят Найкс, конечно, жесткий, но Передамажили Пиктре креста дал Всем креста дал Оп, смотри, что есть Смотри, что есть Обисал Но не должен заобисал сливать Я очень жирный О, вот это уже страшно И, ну это гг Я вот пуджа вообще не ожидал Честно Пуджа вообще не ожидал, ребят Типа я не думал, что он там Хештек сломайте трон Че-то я заигрался Мне кажется, я бы убил его Я бы его раскайкил Слишком много крипов Минус армора Я бы там пробафал Но че-то не забафалась Блин, надо завардиться Завардиться Гг Мега крипы Ката забьет Джи-джи Хорошо Хорошо Мега крипы Стрэвл заберем Щас атаку сделаем Уж погиб Уж погиб Погиб боец Я так хочу спать Есу Стал Приуныл Брат Поспи Брат Ложись Отдохни Хорошая Будет ли нападение Найкса Нет Найкса Ходит под колодец Ксин у нас тут Римнантится Опа Улетает Найкс Найкс Нажимается Рэйш Начинается Вгрызание В спектру В Мартретку Непонятно Критует У нас Найкс Улетает Опа Джи-джи Джи-джи Падает Рон Падает Рон Команда Скорже У нас начинает Проигрывать Еще Ресается У нас тут Дазл Походу Но Дазл Уже просто Не востребованный Походу Да Это Гуд Гейм Велплей Друзья Хорошая катка Мне кажется Напишите Своё мнение Ну вроде Такая Потненькая 55 минут Поднимали Керри Керри Фарм Дали Фарм В принципе Смотри Маррек 28 фрагов Наколотил Это же хорошо Когда наш керри Так хорошо Отыграет Это прекрасно В общем ребят Вот такой геймплей У нас получился В четверке Пятерке Ну это четверка Пятерка То есть получилось Нам немного Трал иногда Помогал Подсейвливать И подфармливать И в принципе Вот так как-то вышло Жесткий билд Очень часто Кресты Раскидываешь Потому что Октарина Очень жестко Позволяет Ну и конечно же Под минус армором Под аганимами Это очень-очень Все жестенько Ладно Поехали друзья Теперь керри билд Сыграем через армлет И Посмотрим Что из этого выйдет Я не хочу Выпускать дополнение К гайду Именно дазла А именно хочу Целиком Вывести этот гайд Чисто вот Ну как Четверка Пятерка Четверка Пятерка Семи И конечно же Керри Как было раньше Потому что Отдельным видосом Я думаю Это не будет залетать Это будет интересно Посмотреть в гайде Ну и конечно же Что нибудь на вставочку Нужно будет Там сотворить Поехали Так Ну тоже Жесть Хотел быстро сказать Так ну что друзья Загрузился на сказочка Next И у нас остается Дазл в керри Ребят Дазл в керри Но Напоминаю Не повторяйте так Потому что Это своеобразный контент Который я вам даю Специально Спешил Фор Персонажи Ваш Спешил Фор Майсус Райберс Айду Сам Видео Айду Дазлы Керри Дэцл Летс го Берем Дазл сразу на фп Ребят Потому что мы вообще Ничего не боимся Мы бесстрашные Ахил 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 Дайте Мид Блин Я не знаю Я могу Мид Изи Встать Я могу Задушить Я сразу Сделаю Армлет Там правда Тролль У нас тоже Тролль Есть Но наш Тролль Будет Поплотнее Пожучше Баночки Побольше Ес Взяли Ес Взяли Найк Взяли Рандом Давайте возьмем Центральную Возьмем Нулик И возьмем Курьером И пойдем Я если честно Керри билд Не бойся Его Я его Закрою Керри билд Через центральную Проще делать Если ребята Пойдут на уступки Пойдем центр Если не пойдут На уступки Это придется Как-то Парафинить С боковых линий Потому что Ну очень Не хочется Ребятам Тоже Не хочется Ребятам Напряженочку Делать Каточки Но ничего Страшно Уго Как говорится Сейчас задушим Пуджа взяли Отлично Что мы будем То делать Конечно же Армлетус Армлетус 100% Ребят Кус Вообще Желательно Дезоль еще делать С дезолем Он хорошо нарезает Этот герой Но посмотрим Что будем По конечке Делать По билду Чего не будет Хватать А вот То и будем Делать Если честно Я даже не Продумал Как этот Билд Правильнее Будет Сделать Нулик Нулик Ой На куру Не хватает Лол Ладно Я Я куплю Куру Если что Пару крипов Или Или Руну И куплю Сразу А так Напишем Ребят Напоминаю Не повторяйте Данные билды Потому что Я их Могу делать Более-менее Ребятам Не руиня Стараться Как-то Подтаскивать Вам советую Конечно же Играть По 4-5 Роли Специально Чтобы Поддушивать Чтобы все Было годненько Хорошечненько Все Будет Отлично Ребят Так А что Будем Покупать На Какой-нибудь Escape Тагерочка Не знаю Я в лес Идет Лес Я центр Ребят Еще раз Пишу Всем Удачной Удачной Игры И веселой Я вижу Тролль против тролля Разминать Сразу Опа Цепбайт Получится Опа Вышел Да ладно Ес не закрыл Ошибка Еса Ес ошибся Ес ошибся Хорошо Рунку забрали Ладно Ты браконьер Вообще Монетку Хотел забрать Ой Крыса Я умер Нет Еще живой Розовый Теплый Хорош Фбшка Наша Фбшка Наша Куру взяли Да Хорош Так Ну что Идем без бустов На мид Но есть Экспериенс Небольшое количество Экспериенс Через что Будем идти Конечно же Через ормлет По раскачкам Пока не знаю Что нибудь Придумаем По раскачкам Пока не знаю Оп На тебе Пол хп А он может Просто не понимать Как я буду делать И типа Конечная У него будет Он может Просто байте Ну жестко Бычить Под крипов Я смогу тоже Забычить И дополнительно Продамаживать Ах ты Криса И сюда Не видел его Варда нету Плохо Вот это все Дело Пойдет На третьем Первый возьмем Хорош Идет Бычет Бычет Вот так вот Я могу его Подловить Очень сильно Нормально Минус Хилл Пойдет Главное Не сбить Сейчас Хорош Я могу его Подловить Так Вот так вот Могу подловить Промах А так говорю Могу подловить И он умрет Хорош Шторм Мы уже Выиграли В миду Отлично Так Сапожок Через фейзи Наверное Поним Или давайте Блин Не знаю Через фейзи С армлета Атак спит Будет Хороший В принципе Сапог Вот так вот Крест берем Берем Пармем Пол фейза У нас есть Уже Это радует Кто-то там Ушел Стопа Стопа Ушел Кто-то Стопа Крюто Ушел Хорошо Закидываем Ману Себе Сразу Отлично По душам Чуть У меня Сапог Есть Не будет Ожидать Такой Наглости Умрет Интересно И 9 ХП Прикиньте Осталось Яд Перестал Работать Хорош Ну Не сладко Шторму Не сладко Выразимся Так Даже Грубо Не сладко Грубо говоря Хорошо Отлично Берем Первый Для нас Это самое То что Нужно Хорошо Еще Ману Приносим Себе Кто там Кто там Или кто там Такой Непонятно Кто на меня Кто-то хочет Гангануть У меня Файзы Есть Правда Не на базе Файзы Правда На базе Гол Гол Подхиливаемся Почуть Побежали Кто-то У меня Тут стоит Наверное Пуча Браконьерский Этот Как обычно Стоит Хорош Все Мы Оно Регенимся На руну Сходим Опасно Правда Но Да нет Не опасно Нормально Бунку Зажал Да Молодец Пуч Прям Хорошо Вытянул Монетка Гоу Вард Себе Тп Каманку Хорошо Бежать Next Сразу Ормлет Делаем Хорош Ультимейт Не берем Так как мы На миду Он нам не сильно Сейчас может помочь Шторму поднакаливать будем С руки Раскачали сейчас Третье Но это чисто Ребят Этот билд Не нужно запоминать Как я сейчас Раскачусь Потому что Я сейчас играю Керри билд Который Вам не рекомендую Играть Потому что Ну это Для некоторых Это будет сложно Но для некоторых Это будет непонятно Некоторые будут ругаться На вас в играх Зачем Дазл Ты собираешь Керри билд Типа Ты Саппорт Сам по себе Ребят Поэтому напоминаю Желательно так не собираться Как я буду сейчас собираться Но чисто по фану С друзьями Против Дурачков Там Против Ноль ПТС Вообще можете В принципе Играть Это да Это классно Это будет круто Ребят Так что Рекомендую Так да Так можно Гоустики возьмем Все И армалетус Некстом Рашим Так первый спелл Вкачиваем Сейчас Первый спелл Есть Останчик Есть У нас Уже Хорошо Его так Надамажил Круто будет Если умрет Вряд ли Так Там Курс Смотрите Браконьерский Пойся Успе Я Откину Идем Угг Успех Имагг Скорейся Скорейся Не переживет Я выжил 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 Парень Нормально Подзадушиваем В принципе Подзадушиваем Лучше Такой Вроде Жирный А Такой Чапалаху Получил Это Настоящий Настоящий Я вот Кстати Изи Убиваю У него Армора Нет На ранней Стадии Что Пуш Может Убить Даззла Что Даззл Может Убить Пужа Вообще На самом деле Изи Хорош Задушено Так Ману Останавливаем Это У нас Гловос Оф Хейст Взяли Мы Что Восьмой Левел Давайте Возьмем Наверное Все Таки Хил Еще Раз Если Кто-то Просто Будет Толпой Бычить Я Под Крепами Могу Их Убить Двоих Армалет Делаем И Как я думал Что у меня Собьет Ману Эх Промах 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 Еще раз Промах Да Там Вард Пропадет Еще Половины Даже Нету Ладно Хорошо Хорошо Активно Стоим В принципе Пока Дай Куру Тащим Себе Надо Его Больше Надрачивать С руки Он Так Уверенно Расслабленно Стоит Прям Овер Расслабленно Он Стоит На Шторме Надо Его Под Напрягать Просто Я Ману Реген Не Хочу Крипов Агрить Хочу Крипов Агрить Надо Наруну Сейчас Выйти Быстренько Я Очень Быстро Под Этими Рунами Снайпер Как Их Их Име Го Обойдем Это Чисто Фророчек Для Нас Чисто Фророчек Смотрите Пуш Куда Пежал Я Думаю Он Уже 300 Раз Ушел На Снайпер И Возможно Там Вард Стоит Чтоб Уж Сразу Траекторию Сменил Я Думал У меня Пошел Цеплять Мы Просто Так Прогулялись Получается Ладно Возвращаемся Го Ормлет Далбить Дальше Добить Надо КП Чтоб Побольше Было Хорошо В принципе До Ормлета Копейки Надо Дальше Крестик Просто Раскидывать Хорош Кстати С ультимейтом Я его Убиваю С ультимейтом Я его Убиваю Гоулит Возьмем Промах Промах Этот промах Может Зарешать Я думаю Убьет Я думаю Нет А так Убьет Хорош Хорош Дальше Го-го-го Ну а че боишься его? Я его не боюсь даже Так Зассалову просто Там еще Ес Гоу душить На вставочку С ультимейтом Понимаю Хорошо 11 левел Берем Ультимейт Так Есть Армлет Да Радует Можно Творить Вещи Загулы Подтавры На крестах Так Организна Проблема Что может быть Лучше Подхукает Сейчас ХП Очень Берем Ульт И подхил Хорошо Уж молодец Роумит Там Оу ДДшка Прогуляемся Снайпер Вообще Там еще И этот Лес Фармит Тролл Тролб Этого Сейчас Фри Убьем В принципе Если тут Тролли Какой-то Не спалит Хорошо Сейчас Так Запалим Пах Интересно Успеваю Эй Обманщик Стой У меня Крип и Палят Не знаю Не факт Что-то Получится У него Сапог Просто Жесть Как я его Не забрал Не знаю Как просто Я его Не забрал Я хазану Вард стоит Либо МХ Либо Вард Два варианта Наверное Вард стоит КПТ 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 Оу Нифига Ты Давай Варди сюда Варди сюда Давайте Крип Идите 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 Он же Free То есть у него Лотар Это напряга Крипы Не пошли То есть Троль выжил Троль выжил Баш Кстати Не вылетел У него тоже Мог Забашить Надо было драться С ним Но с ним страшно Тоже драться Потому что баши Они могут так вылетать Там страшно Но нормально Гло бы тебе хуже Давайте сейчас возьмем Дасты киньте Вообще Погнали на мид дальше Подолбим мид Подолбим мид Вон тролль вышел Да? Клодасты Посмотрим куда пойдет Наверное в Изи Кэм пойдет Девятый левел Просто фрифарм Хорош Я вернулся Го молнию сделаем Жесть Я тут фарм Собираю Давайте молнию Сейчас сделать Можно было Не бояться Фарм Весь забираем Оп Хорошо Фига Переагрить умеет парень Рабит Молодец 90 урона у меня Под луной Хорошо 2к имеем Кстати 2к имеем Скайди Можно будет еще сделать Тут Галтп Вардик Б Тп Вардик Пацан Пудж может подхукать Не будем подходить Очень близко Чем близко подходить Ждем манку Вардик У нас кстати отхил будет от Лерика Кого-то там задушили Оп Хорош Малин 2700 на бочку Друзьяшки Так Тролль Там Шторм Транквилло Неплохо Новая мета Новая мета Иллюзия Мне кажется Тролля Я с иллюзиями Натяну Главное Видеть его И замедлить Опа Есть он да тут 1000 хп у него Все 1000 хп Эх Крица Нормально Я бы его задушил Я бы его задушил Ребята Там не наизу Берутся Правильно Не сошел Вот она Куда Вот она Куда пошел Хорошо Я хочу подраться На самом деле Такую драку Хочу Конкретную Прям Просто Подеремся Только дастов не будет Дастов не будет К сожалению Задушина Что меня убить собрался Так я аж что Я то что На перефарме Братан На лютом Опа Тебе тоже GG брат Оп Готов И это вам Дазл И это вам Дазл Пацаны С армлетом Дазл С армлетом Душа И это Дазл С армлетом Смайпер Такой Че это На меня Саппорт Прет И такой Опа И укакался Сюда Грейт Докачали Такой Дазл Мне больше нравится Нежели Чем Саппорт Потому что Этим Дазлом Можно Душить С руки Причем Жестко Че молнию Доапаем Гонамиду Разберемся С крипами Найкс в рейде Бежит на крипов А я быстрее Правда Я могу Сдохнуть Тут Тролля От тролля Могу сдохнуть Или от шторма Нет Жадность фраера Сгубила Знаете такое понятие? Убегаем Все 2400 Есть Куру в магазе Кл Хорошо Тролль на топе Луна там газует Крипов Ой-ой-ой Кл Пробьем Чуть-чуть остается Отлично Пуш Кстати Нас вытянул Один к хп Типа Я там еще Армлет нажал Типа Полторы тысячи Пуш Не успевает Ничего сделать Просто Нормалин На топе Очень много Крипов Прям вообще Кайф Туда ты пыхнется Вообще Кайф Чуть-чуть Не хватает До 50 Золота Пофиг Интересно Луну газонет Мне кажется Он убьет Луну Даже Даже Глаза Не моргнет На тролле Парень Будет бегать Он очень быстрый Этот вид Семейства Троллевых Очень быстрый Я его не догоню Я не успел Там крест Накинуть Так Вот так вот Делаем И даст Потом Шторм идет На рунку Семейство Троллевых Забавное Сказал Ну довольно Таки интересно А че Это же Мой брат Мой брат На тролле Ну в смысле Тролль На братья Брат Брат Тролля Братовский Тролль Троллевый Брат Затроллированный Короче Мой Затроллированный Братец Ловкач Ооо Инвизибилити Я могу тролля пойти найти И отпинать Или снайпера Снайпер вообще изи цель Но тролль посерьезнее Конечно Снайпера лучше отпинать Просто на изи Я вот просто запинаю Ногами Ооо Кто там по руне шел Тролль Тролль шел по руне А мы сейчас его тут встретим Он будет фармить Друг Ааа Нет Друг не фармит Друг не фармит Ты геройчик сделать хочу сейчас Ооо Там смотрите Пуджанчик Я замедлю его Ипача Уф Снайкс Снайксом задушили Снайксом задушили Чеботы Хорошо Блин Луна с аркан Это конечно то что нужно Так Тролля нету нигде Тролль сейчас будет нападать на нее Мы встанем так Что нас не видно тут Если что Нападем на нее На троллям Будает Успеваем Да блин Я опять не успел Я знал что она пойдет Но типа не успеваю Далеко слишком стою Далеко Надо поближе стоять Далеко стоял Так Упуджа там дайгер Это опасно Упуджа там дайгер Надо тоже дайгер Сделать Чтобы душить Давайте Нэкс дайгер Выполним Билд свой Ставим Интересно сгорит С первого А ну задушил Это крыса Чисто крыса Так полторашечка имеется Хорош Так Таст динго Го лесочек 1800 на кармане Вебмани Таст динго Такой дазл Мне нравится Жесть у него урон Очень сильный На самом деле 113 Это очень много У него хороший урон Ребят у дазла 113 95 на 113 На 17 Смотрите У найкс 395 На Сколько 89 Да 85 на 95 У дазла У дазла У найкса сейчас То есть У него 13 Там не сильно Разница большая Будет У него 120 Примерно будет У меня немного Так будет Я готов Там Пиндра Будет вязать Пиндра Будет вязать Хорошо Найкс Надеюсь Не будет Наглую прыгать О Ясно Ясненько Не свяжет Тоже Никак Найкс Подруинил Блин А можно вообще Лотар сделать Лотару на неуязвимость Давайте Лотар сделаем А я буду Инвизный тролль Почему нет Почему нет Это же круто будет Эй И брат Ты чё Я думаю Вот здесь Встречать Нет Нет Надо Повышал Вот знал бы В наглашен Атп будет Уходить О Щит А шансов нет Если вылетает Баш Жесть 2 800 Было Надо было Закупиться Сразу Молодец Тролль Не хотел Я даггер Я мог даггер взять Ладно Свиделись Ой Жесть Пудш Конечно Да Она это Пудш Чё с ней Сделать Ладно Свидели Ребят Свидели Но сейчас Будет Лотар И надо Будет Даст Какие-то Против Тролля Я с руки Убью Его Чё Там Его Убивать Аегис Сильвер Не успел Я не Крис Не Армлет Там Шанс Сармлет Включить Тролля Надо Нагнуть Парни 26 секунд Я рез На спринс 1000 Есть у меня У него Левел Высокий 17 81 Я чуть Свидел Сейчас Прям Жестко Свидел Жестко Ошибка Не Пробьет Первый И тычка Хорош Получилось 4 секунды Ооо Снайпер Минус Ану Ооо Это шекель Шекель и смерть Троллю Должен убежать Пойди Нет Это кто там Такое А это Иллюзион Я то думал Настоящий Но тролля Забрали Отлично Почти Лотар Сайдж Есть С лотаром Будем охотиться На тролля Лол Тролля Ходится на тролля Назовем Эту рубрику Так Или Снайпера На пуджа Не знают По сути дела Не имеет Я ему Кстати могу Пассивку Отключить Сильверейджем Это будет годно Некст Скаду И кстати Сделаем Вард стоит Сейчас Сделаем Вот Вот этот Лотар У нас И скаде Некст Там будет Блин Надо их цеплять Ребята Посмотрите Снайпера Надо Пока он Уязвимый Пока он Ну слабенький Сам по себе Его нужно Душить Тут еще Пудж Конечно Так не получится Соло Снайпера Изя Бастывать Можно Надо Этим Заняться Просто Сейчас Лотар Есть Под Лотар Аккуратненько Тык Выбежал Затыкал Снайпер Уходит Веншинов Пойдет Пеленами Вард Стой Хорош Опа Так они Все Сюда Иду Не Пойдет Хорош Надо Бежать Надо Бежать Хорош Я Мамкин Мансер Мамкин Мансер Хорош Еще и шторм Тут Не Ну типа Это не надо Тут Знаю Можно В принципе Смотри Они боятся Типа Нас Хорош Добрали Опа Чай Это Кто Такой Полосатый Страшный Троль Сэмвиза Вышел Я Я Подвар Хожу Тут Нет Смысла Тут Пуш Хорош Хорош Ваи Чапалахов Надавали УЕС Идет Какой Злостный Хорош Вот это Норм Я понимаю Вот это Я понимаю Злостно Напихали Троль Правда Страшный Чувачок Патроль Против Там Демонедж Что Будет Делать Страшно Руки Пешком В общем Опасно Я иду Конечно Но Они Знают Что В принципе В целом Все Отходим Смотри Что делает Возвращение Развратник Честно Папский Развратник Задушина Просто С руки Принимайте Принимайте Пострадавшего 2к Есть Жесть Они работают Братом Они так Не работают Так О О Рис Рис А ты ноль еще было написано и обманщики ноль было написано вы видели 00 было написано армлет я я типа думал им первый кино сейчас жесть как он меня ни разу не забашит мне кажется если он забашит меня это вообще конечно жесть как я ему свидел глупо ладно не суть что делаем xbs давайте вот так вот роль тупо неуязвимы ходит латарщик тупо латарщик он умрет тут блин я так глупо умираю от него это жесть анкриса чисто самая натуральная у по все вы не зашел рано не уязвимость хорошо же роли надо побеждать не знаю как я армлет там не включил но типа 00 было написано и типа я умер я постараюсь замедленный потом посмотреть как там это крыся вскрысовство было она была включить чай терял в принципе моя ошибка безусловно вин дурочка на топ пошла гем придется наверно брать честно не стопа сделаю оформить кто там идет роль идет да давайте вот так сделаем так вот сделаем мне кажется я его об отцу под минус арморами только правильно все сделать надо он пошел сюда наверно в лес пойдет или кого-то попробовать сцепить меня например какого-нибудь или вот луна пришла он такой он сейчас отсюда леса выбегает такой раз раз тык начинай драку кто идет шторм да вылазь давай хорош давай домой дорогой я знал что ты придешь мой слайд я знал что ты придешь я рьюзан там пацаны не обидится чисто я знал что он придет чисто по-крысовски поступил с ним чисто по-крысовски с ним поступил начинам снайпера тоже латар сша нет пока зори я рьюзов чем бы ты погнали как я тролля обосцал братца своего описал это просто просто пушка они дозу хорошее есть есть у нас сильвер хорошо и раз у мкб добрый вечер хорош рошанечка соло я конечно не заберу дальше кираса сделать надо минус армор у нас как-никак минус армористый персонаж 7 секунд до ресса опасность сюда выбегать надо тролля на рошане ждать в ритму неплохо сказал как языка снял роль в рошана пойдет надо будет сейчас просто под пойти туда и там стоять сейчас уже наверно крошпиту побежал такой опыт и пик 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 уже такой бьет 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 или нет чисто крыса поход не прочитано до полчаса и прочитано а будем тогда шкерить его ждать мх спустя напишет мх и на лазист мх опа мх даже так очевидно о хорош хорош чем тут на вставочку такое сделать красивенько и пацаны стоям хорош гиперстон возьмем я фармил дальше пофармим еще пофармим роли хочется подушить пробежимся и адекват кираса надо сделать сейчас почти есть кираса в принципе если есть самый же дорогой артефакт есть шторм улетит хорош половина есть половинка есть роль 10 секунд они щемит не сломали даже союзники это хорошо отлично смотри чё делает баловень чисто баловень чисто балуется а за душем или не душу а по чуть не сдох хеназис не сдох пойдет ломаем все оу щит брат я сильнее тебя я сильнее тебя брат я сильнее тебя прости но не в нем следующий но не в этой не в этой как так сказать тролля задушил убил тролл тролл варлорда shadow priest убивает роль варлорда с руки так бывает жизни есть кираса ребята очень быстро принципе на фарм хорошо для арморчик есть можно себя бафать и просто бежать вперед нас тоже хорош на зал есть у нас такой мамки такой привет передают там кому-то кираса есть можно поесть можно без сделать все любят без воли но я не люблю дизоль даже на таком герое как бы дизоль но с одной стороны на таком герой дизоль вообще вот так вот заходит потому что у него все физико вот это физика вот это физико тупо зайти по кайфу блин а я хочу на вставочку что-нибудь ребят очень можно на вставочку чем такой годненько прям триплу или ультру там чуть хотя бы за эти соло задушить прикиньте я кидаю на себя просто крест захожу и уничтожаем ребята готовятся крашан какой-то мин хороший урис хазан гей с деньми мкб шкаф петранка додушивает не того вы вытянули леорик бежит и крутичек лично нарисовать дай дай я егту за а ясно ясненько так там душат леорик а кто помогать я помогу я поможай поможай сделаю их не будет тоже никаких прагов тут жестких главную цель забрали я бабушка помоги помоги карманы шпионит не дали мне задушить так вот этого жирненького можно жирненького пожалуйста немножко отведать я если честно кушать на ночь не люблю но так но и с обман очка за обман очки кушать на ночь не люблю на жирненького я бы покушал и говорится я пробегусь пацаны я так могло пройдусь ничего ничего так ничего не чё так не чё пассивки там следующее выходе подлый трус они подлый трус ах вы подлые трусы га базу отсюда не сломать нормально гол сейчас возьмем два гиперстауна еще дополнительно вот это да за у нас получился лютый душит по страшному сторонком летает вообще вот так спит сейчас жестко разгонимся жесть я быстро бью посмотрите как бьет просто 522 а так спит можно так выразиться кто там на миду да тролль наш брат собрат я его принципе должен убивать только его хочется убить хочется всех пятерых просто рэмп и соло зайти и сдохнуть по банк может попробовать пойти жесть как я нарезаю я пошел бру не обижайся и обижайся бро он по есть я смотрю но это вот вот это то что я ждал друг ваш вылетел я задушил ах ты но вы поняли но почти на вставочку то что я ждал драка драка тролль против тролля на речке один на один но это получается на миду один или нынче страшно пойдет забавно передамажил луна magic кстати очень годная тема 18 бимов по 300 урона в одну цель может залететь 5 400 добрый вечер я буду флетчер так 60 секунд курим ребят курим 60 секунд идем дальше додушивать хороший драк выключил арблент вообще как крыса вообще на самом деле вот тут я его включал облапа выключил ладно не суть не суть но вроде нормально все равно получилось роль против роль против тролля джи джи падать падают у них трончик ребята не хотят дефиться дефиться не хотят пацаны и я забил вообще на трон шторм тоже забил до трон падает пацаны всем всем пофиг вообще всем пофиг у них широкоформатка не стоит просто чё придется travel брать да пойти до души под колодец просто зайти и задушить их а че нет минус армор кидаешь побеждаешь джи джи задушина ребят сама настоящая задушина вот такие вот у нас travel есть вот так вот берем афк был говорит часто им там под колодцем сделаю ультра кил мега килович голодушить я чё за промахи ах ты будешь хитрый эх джи ребят но такая катка у нас получилось не знаю если попросите еще какое-нибудь дополнение на дозли я сделаю конечно же еще одну керри катку но это прикольная на торм против тролля вот здесь вот как мы вышли подрались целом я не знаю катка такая ну принципе бодренькая но на вставочку к сожалению ничего гоненького не был но все равно прикольно вышло все равно прикольного что ребят в общем если захотите еще керри катку обязательно пишите в комментариях я сделаю еще одну керри катку но на этом принципе гайд окончен надеюсь вам понятно как играть в четверки пятерки это такой фановый дополнительный видос он специально чтобы просто порофлили все с этого атак спида из этого дэмэджа ну и в принципе напишите в комментариях нужно ли сделать еще дополнение именно керри билд сделать армлет и сыграть через дезолятор именно через дезолятор чтобы просто еще вот так вот душите все то есть ну напишите свое мнение на этом все с вами был xenos друзья спасибо что смотрите спасибо что лайкайте подписывайтесь пишите в комментариях что еще желательно добавить ну и конечно же пишите то что я возможно упустил все бывайте пацаны давайте удачи